Секция первая. Сборник рассказов Октава Мирбо. Переводчик неизвестен. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для информации или помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Моя хижина. В одном из отдаленных от столицы департаментов находится мое маленькое владение, в котором нет никаких украшений, ни стеклянных шаров, ни японских беседок, ни неизбежного фонтана с бассейном из раковин, голым амуром из загрязнившегося гипса и бьющей высоко вверх струей воды, которая падает на цинковые арумы. Моя простая и незатейливая хижина стоит, точно сторожка, у опушки красивого букового леса, зеленое и кудрявое листва которого красуется на солнце, а перед хижиной простираются до самого горизонта зеленеющие поля, перерезанные высокими изгородями. Ее окружает виноградник со своими красивыми фестонами и тонкими причудливыми узорами. Жасмин, к которому примешиваются местами ползучие розы, закрывает ее фасад из потемневшего от времени кирпича. Сад, обнесенный деревянный, резной, покрытый мохом загородкой, так мал, что, кажется, по его дорожкам, обсаженным буксусом и тимьяном, с трудом проползут две улитки в ряд. Но что из того, что мое владение так бедно и так мало? Разве не принадлежат так же мне эти поля, эти леса, в которых поют птицы, и это небо, на котором беспрестанно мелькают совершающие свой причудливый полет стрижи? Разве я требую от этих полей и этих лесов чего-нибудь другого, кроме удовольствия видеть их перед собою, то есть наслаждаться их красотою и их благоуханием? Неподалеку от моей хижины по глубокому и каменистому руслу течет ручеек, и вода его принимает зеленый цвет под сводом густо переплетшихся между собой ветвей ольхи. Сквозь грабины с искривленными и короткими стволами видны красные крыши соседней фермы, пасутся коровы, и их морды совсем закрыты высокой травой. Стада овец рассыпались на краю большой дороги. Они поднимаются на холмы с общипанной травою, и их стережет овчарка. Ах, как мне будет хорошо тут, в этом маленьком глухом уголке, обвеянном благоуханием всех запахов, начинающей снова зеленеть земли. У меня уже не будет больше борьбы с людьми, не будет ненависти к ним, той ненависти, которая сокрушает сердца. Будет только любовь, та всеобъемлющая любовь, которую внушают эти мирные ночи, и которую убаюкивает, похожая на песнь матери, песнь ветра, шелестящего листвой деревьев. «Зачем ненавидеть?» — поется в этой песне. Разве ты не знаешь, что такое люди? Разве ты не знаешь, что их снидают скорби, от которых обливается сердце кровью и у богатых, и у бедных, и у того бродяги, который заснул голодный на краю дороги, и у того развратника, который развалился, сытый под раздушенным пологом. Не нужно ненавидеть никого, даже злого человека. Пожалей его, потому что он никогда не будет знать единственного наслаждения, которое может утешить в жизни — это делать добро. И вот я, печально настроенный дачник, поселился в моей хижине. У меня нет других товарищей, кроме злой и покрытой грязью собаки, лесных птиц и одного старого крестьянина. Я видел однажды, как он бродил вокруг моего дома, посматривая на меня искоса. Затем он ушел. На другой день он пришел опять и снова прибегнул к такой же уловке. На третий день он осмелился войти за загородку. — Ну что, устроились вы? — спросил он у меня, снимая с головы свой суконный картуз, который он, наверное, носил лет двадцать, потому что картуз весь порыжал от солнца. — Да, любезный, — отвечал я. — Ну, это хорошо, это хорошо. Он поправил на трельяже упавшую вниз веточку жасмина. — Говорят, будто вы приехали из Парижа. — Это верно. — Ну, это хорошо, это хорошо. Он пошел назад медленным шагом своей тяжелой походкой старого хлебопашца. Каждый вечер, когда солнце заходит за холм, он приходит и садится на лавке перед моей дверью, и в то время, когда я погружаюсь в свои думы и при этом грустном вечернем спокойствии уношусь далеко мыслью, он только покачивает головой и не говорит ни слова. Несколько недель тому назад я нашел себе и другого товарища, дедушку Равенель, который приходил вскапывать цветники в саду, обрезать сухие сучья у деревьев и сажать овощи. Дедушке Равенель 62 года. Он среднего роста, немного согнулся и ходит медленно, размеренным шагом старого сеятеля. У него великолепная голова, с очень резкими контурами, угловатая, сморщенная, крепкая и четырехугольная, с жесткими волосами, неровные и посидевшие пряди которых падают ему на лоб до самых бровей. Его тело искривилось, как ствол очень старого дуба, которому всегда приходилось выносить сильные порывы ветра. Под его заплатанной одеждой торчат кости и узлы его мускулов, как будто бы он готов пустить новые ветви. Его глаза отражают только проходящее облако. Никакого горя, никаких обманутых надежд и никакой мысли не видно в этих загадочных зрачках, которые благодаря покорности и молчанию сделались похожими на зрачки домашних животных. Его движения медленны, важны, широки, как горизонт, напоминают о высоте неба, о священной тайне сотворения мира. Он пьяница, почти всегда пьяный. Он все-таки ходит, покачиваясь направо и налево. Но работать и пить в одно и то же время – это не особенно удобно. Если бы он не пил, то скопил бы деньжонок и жил бы теперь без заботы, как у многих других, даже таких, которые далеко не так способны на всякую работу, как он, у него был бы дом, перед домом сад, за домом поле, куры, утки, кролики, может быть, даже коровы, и он каждый год откармливал бы свинью. Теперь он мог бы жить на покое и помогать соседям в такое время, когда делают сидр. А у него не было ни дома, ни поля, ни кур, ровно ничего. И вот ему приходится ходить на паденную работу, то к одним, то к другим, работать в саду, быть землекопом, каменщиком и тяжелым трудом добывать двадцать су в день, суп, подправленный свиным салом, и кружку пива. Он знает все это, но не страдает от этого. Впрочем, он не виноват в этом, а во всем виновата его вторая жена, потому что дедушка Равенель овдовел сорока восьми лет, а так, как ему надоело вести самому свое маленькое хозяйство, то он женился во второй раз. Да, я был глуп, глуп, глуп. Он приходит ко мне каждый день в шесть часов утра, но он уже выпил, и от него пахнет водкой. Ну, дедушка Равенель, вы опять пьяны? — Конечно, конечно, — отвечает этот бесхитростный человек, почесывая у себя в голове. — Рюмочку выпил, конечно, рюмочку выпил. Он спотыкается. Его нижняя губа отвисла, ослабела, и по ней течет слюна. Даже и в такие минуты его глаза не выражают ровно ничего. В них нет никакого огонька, который показывал бы, что мозг его возбужден. В нем не видно опьянения. — В ваши года, дедушка Равенель, неужели вам не стыдно? — Конечно, конечно. А вот что я вам скажу. Это все моя жена, моя вторая жена. Ах, негодяйка. Ах, развратница. Потому что моя первая жена была святая женщина. Святая. Жаль, что вы ее не знали. Святая женщина. Да, да, прямо-таки святая. Он плачет и рвет на себе волосы. Святая. Назвящая. Святая. А умерла-то она от свиньи, которая окалела от падучей болезни. Да я знаю, знаю эту историю. Падите лягте, вы лучше усните. Нет, нет, мне нужно вам рассказать. Рюмочку я выпил, это правда. Но все же мне нужно вам рассказать. У меня была свинья. Чудесная свинья. Она и гуляла, и хорошо ела. Разрази меня, Бог, если я лгу. И вот у нее сделалась падучая болезнь, как у человека, как у христианина. Совсем, почти как у христианина. Вот она каталась, вот она кривлялась. И у нее была пена. Наконец, это была уже не свинья, это было, это было, знаешь, что такое. А потом она окалела. Моя первая жена ей говорит, я буду ее есть. Что ж пропадать мясо-то? А я сказал, мясо свиньи, которое пало от падучей болезни. Это, верно, яд. Надо было зарыть его поглубже, поглубже. А ей-то, моей первой жене, было жалко зарывать в землю такое хорошее мясо. Я говорю, чего же это яд? Это она-то мне говорит. А я говорю, может быть, она наелась чего-нибудь такого. И вот у нее заболел живот. А потом ей бросилось в голову. Когда же это бывает, чтобы свинья падала от падучей болезни? А моя первая жена ей говорит, я все-таки сделаю фрикассе из мягкой части. Делай фрикассе из мягкой части, если хочешь, говорю. Но только я есть его, не стану. И дедушка Равенель при этих тяжелых для него воспоминаниях рыдает, делает движения головой и руками, и потом продолжает свой рассказ. Подавиться мне вилами, лопатой или коловоротом, если я лгу. Вот моя первая жена ей паяла мягкой части с картофелем. А потом я зарыл свинью на лугу у Батера под осиной. Сначала-то с ней ничего не было. Она ходила так, как ходите вы, как хожу я, как ходят все. Но вот через десять лет, аккурат, в тот самый день у ней сделалась падучая болезнь. Это очень-очень, как у свиньи. Вот как ее ломала, вот какая была у нее пена, вот как она кричала, А потом и Бог душу отдала. Я не успел повернуться и вылить ей на лицо ведро воды. Это так же верно, как верно, что есть Бог. Святой Иосиф и Пресвятая Дева Через десять лет эта свинина подействовала ей на живот, А потом и на голову. Вот она ее и задушила. Да? Тогда вы женились во второй раз, старый проказник. Ну да, ну да, я женился на второй жене, Но только это не такая, ах, негодяйка, ах, развратница. Ей непременно нужен мужчина. Она хуже всякой кошки, всякой суки. Я человек старый, вы понимаете. А потом я никогда не любил заниматься этими делами. Но ей это непременно нужно, каким бы то ни было образом. Мне б хотелось, чтобы вы посмотрели на это. Иной раз сидишь себе покойно, и, конечно, ни о чем не думаешь, Или вернешься усталой, спаденной работы. Дедушка Арвинель, говорит она мне, Меня сжат точно огнем, А сама смотрит на меня такими глазами, Которые горят, как свечка. Нет, говорю я, старик. Но она ко мне пристает, Толкает меня, целует. Не могу, говорю опять. Ну, так выпей рюмочку, Говорит она мне. Ну, я выпиваю рюмочку, Две рюмочки, Три рюмочки. Ну, а теперь, Спрашивает она у меня. Нет, Говорю я. Ты тряпка, Говорит она мне. А ты, Сальница, Отвечаю я. А потом хлопаю по щеке, Хлоп подругой. Это всегда кончается побоями. Тогда я Выпиваю Одну рюмочку, Две рюмочки, Три рюмочки. Ах, Вы понимаете, Все это Убивает меня, Убивает. На другой день После своего пьянства Дедушка Равенель Ходит точно во сне. Он ничего не понимает, Если его о чем-нибудь спросишь. Его увеличившиеся И округлившиеся глаза Точно смотрят В какую-то бездонную пропасть. Послушайте, Дедушка Равенель Нужно бы сделать Верхнюю перекладину У изгороди. А, Да, Перекладину. Вы Поняли? Нет, Перекладину, Перекладину. Ну, Да ведь Вы знаете, Что такое Перекладина? Перекладина? Знаю. Ну, Так вот Вы и сделайте Перекладину У изгороди. Вы изгороди. Вы поняли? Нет. И он идет Медленным шагом В сад, Берет свою лопату, Опирается на нее Руками, Смотрит, Как летают птицы И трепещат Листья от ветра. И он повторяет Перекладина? Изгороди. Никакая мысль Не входит В его Упрямую Старую голову, В его Зачерствевший Мозг, И его Лицо, Которое Делается Еще Угловатее, Принимает Неумолимо Строгий Вид Пластическую Красоту, Благородство, Извояние. Если бы Мимо него Прошел Какой-нибудь Поэт, То он Сказал бы Вот Земной Бог. Конец Первой секции. Секция Вторая Сборника Рассказов Октава Мирбо Эта запись Сделана Для проекта Либри Вокса Является Общественным Достоянием. Смерть Старика Дюге Глава Первая Прежде всего У него Сделалась Боль В животе. С тех пор Не прошло Еще и Недели. Господи, Боже мой, Да, Это был В четверг На той Неделе Колики, Колики, У него Так и Вертело В кишках. И Все его Слабило И слабило Без перерыва. Он Почти Ничего Не ел. Маленькую Очень Жаловался. Бредил. Что Вы Изволите Спрашивать? Был Ли У него Бред? Кажется, Нет. Он Ничего Не Говорил. А Может быть, Вы Хотите Посмотреть Его Мочу? Доктор Не Не Ответ Ей На Это Он Поднял Одеяло И Несколько Раз Пощупал У Старика Дюге Живот, Сильно Нажимая На Него Рукою. Старик Дюге Лежал На Спине, Раскрыв Рот. Он Не Шевелился И Только От Времени До Времени И Спускал Глухие Стоны. Доктор Покачал Головою И Стал Писать Рецепт. Вы Будете Давать Ему Через Каждые Полчаса По Столовой Ложке Этой Микстуры. Наказывал Он Старухе Дюге, Которая Проводила Его До Двери. В То В Время, Когда Он Отвязывал Повод Своей Лошади И Тщательно Свертывал Его. Она Спросила У Него А Что Вы Думаете О Нем? Я Думаю, Что Он Не Переживет Ночи, Отвечал Доктор. Даже Этой Ночи Так Вот Как Господи Да Может Ли Это Быть? Ну До Свидания, Сказал Доктор, Влезая В Свой Кабриолет. У Вас Тут Очень Плохи Дороги. И Экипаж Покатился, Подпрыгивая На Неровных Местах Дороги. Оставшись Одна, Старуха Дюге Одной Рукою Почесала Себе Нос, А Другою Передвинула На Бедро Низ Своего Фартука И, Подумав С минуту, Решилась Перейти Через Маленький, Находившийся Около Дома Фруктовый Сад, У Дальнего Конца Которого За Изгородью Видна Была Между Яблонями, Покрытая Соломой Лачуга. Она Позвала — Тетушка Гарнье, Тетушка Гарнье, Эй! Через Несколько Времени Послышались Чьи-то Медленные Шаги В деревянных Башмаках, И между Ветвями Показалась Какая-то Старуха. — Ты Пришла За мной? Закричала Она. — Да, За тобой, Тетка Гарниер, Я совсем Одна Дома. Дочь Еще Не вернулась Из города. Сын В лесу, Он пошел За грибами. Надо Сходить К аптекарю И снести Эту бумажку, А потом Кире И сказать Ему, Чтобы пришел Поскорее Причастить. — Все Это Для Старика Дюге? — Конечно, Для него. — А что Сказал Доктор? Он Ничего Не Сказал Сказал Только, Что Он Не Переживет Ночь. — Эх, Пресвятая Богородица, Вот Какая История! Мне Думается, Что Это Злокачественная Лихорадка, Как У Моего Мужа. А Потом Главное Лета, Ведь Дюгета Не Молодой. И Обе Женщины, К Которым Присоединились Все Кумушки Из Деревни Фрельмон, Принялись Болтать И Рассказывать Одна Другой Удивительные Истории О Болезнях И Докторах. Глава Вторая Старику Дюге Было Семьдесят Два Года. Это Был Такой Возраст, Которого Редко Достигают Переутомившиеся От Работы Крестьяне, Организм Которых Бывает К тому же Истощен Скудной Пищей И Вдобавок В таком Дождливом И Холодном Климате Каков Климат Нормандии. Я Встречал Его Иногда. Это Было Тогда, Когда он Выходил На Дорогу, Чтобы Погреть Свою Старую Спину, Или Когда Он Отправлялся По Пятницам В Город Для Того, Чтобы Побриться И Наклонившись К земле И Подпираясь Длинной Палкой Из Дерева, Которую Он Более Двадцати Лет Тому Назад Срезал У Одной Изгороди. Наши Разговоры Были Всегда Одни И Те Же. Хорошая Погода, Дедушка Дюге. Она Может Перемениться. Ветер Дует Не С Хорошей С Тороны. Или Какая Скверная Погода, Дедушка Дюге. Она Может Проясниться. Ветер Дует Высоко. Когда Он Был На Веселе, Когда Он Выпивал Рюмочку Крепкой, Он Всегда Говорил Мне, Причем В Его Маленьких Мигающих Глазках Видна Была Какая-то Насмешка. Я Видел Ночью Большого Зайца. Он Показался Он Там Винограднике Напротив Дома. А Вы, Наверное, Найдете Его В Свекле У Пито. Кроме Этих Редких Случаев, Когда Старик Дюге Бывало Разоткровенничается, Он По Большей Части Был Молчаливым Дома Задум Ему очень хотелось бы взять в аренду маленькую ферму, но об этом нечего было и думать, потому что никто не мог бы за него поручиться, и у него не было денег для того, чтобы приобрести необходимое орудие. Тогда он решил сделаться простым сельским батраком. Так как он был человеком трудолюбивым, неутомимым, экономным, честным и трезвым, то он работал, не покладая рук. Когда у него был цеп в руке, и он молотил рожь на звонком гумне риг, или же подрезал деревья, возил навоз, пахал и сеял, то в это время он считал себя счастливым и просил у Бога только того, чтобы так продолжать всю жизнь. Но самым лучшим временем было для него время жатвы, когда он с серпом, обвернутым в солому и новой косой на плече, отправлялся жать в босс, откуда приносил целые пригоршни экю и блестящих пистолей. После долгого обсуждения и колебания, взвесив все, что было за брак и против него, он, наконец, женился. Разумеется, это было сделано не для глупостей. До этого времени он обходился без самок, да и теперь мог бы прекрасно обойтись без них. Они, скорее, надоедали ему. Но ему нужна была хозяйка, которая омыла бы его белье, чинила его одежу и варила ему суп. А потом женщина, когда она умеет взяться за дело, когда она работящая, не только ничего не стоит, но даже сама приносит в дом деньги. Все дело в том, чтобы жениться удачно и не попасть на какую-нибудь жеманницу или пустую женщину, каких в наше время можно встретить на каждом шагу. Он выбрал полную, сильную и расторопную девушку без всякой хитрости и поселился с ней в деревушке Фрельмон в маленьком домике, который он нанял вместе с садом и огородом за семьдесят франков в год. В домике были две комнаты и подвал. Фасад его был украшен красивыми шпалерами. Огород давал столько овощей, сколько им требовалось. А во фруктовом саду яблони давали в хороший год столько яблок, что их хватало для сидра. Чего он мог желать еще? У него было также двое детей, мальчик и девочка. И когда они подросли, он отправил их в школу. Он понимал, что в настоящее время необходимо образование. В то время, когда он работал, и жена его со своей стороны ходила нападенной работой, стирала белье, шила, натирала полы в чужих домах или же в спешное время помогала стряпать в городских трактирах, Благодаря этому она сделалась известна как отличная кухарка. Скоро не было ни одной свадьбы в околотке, на которую ее не пригласили бы для того, чтобы составить список многочисленных кушаний и состряпать их. Это было очень прибыльно, потому что в такие дни она получала четыре франка, а кроме того и хороший обед. Потом с ней заигрывали молодые люди, видя ее красивый бюст, ее полные упругие щеки и смеющееся лицо. Дюге очень завидовал жене, что она веселится на этих свадьбах, а главным образом тому, что она лакомится курами с прованским маслом и телятиной со щавельным соусом, тогда как сам он довольствовался похлебкой и сыром. Но он не говорил ей ничего, потому что она получала четыре франка. И так муж с женой почти не видались, потому что каждый из них был занят своим делом, но они нисколько не горевали об этом и не чувствовали потребности видеть друг друга, потому что такое положение дел оказалось им естественным, и они думали, что так и всегда бывает в жизни. По воскресеньям они бывали иногда вместе, но, сосчитав доход за неделю, они замолкали и уже не говорили больше ни о чем. Это не значило, что они дуются один на другого. Нет, но им не о чем было говорить между собою. Дюге пользовался этим днем отдыха для того, чтобы подрезать свои шпалеры, копаться в своем огороде, вставить черепицу в крышу, новую доску в дверь, нарубить дров. А жена уходила поболтать с деревенскими кумушками. Кроме воскресенья она оставляла четверг для стирки белья своего мужа, своего собственного и белья детей, присмотреть за которыми, когда они возвращались домой из школы, она поручала соседке. Так прошла бы и вся жизнь Дюге, и он состарился бы счастливым, если бы он не обманулся самым жестоким образом в своих надеждах, и одно большое горе не наполнило бы его сердце горьким чувством и не отравило бы ему всю жизнь. Глава третья. Его тесть жил за пятнадцать лье от Фрельмона, в деревне, которая называлась Ле-Жарье. Дюге ни разу не видал его после своей свадьбы и совсем не заботился о старике. Он с полным равнодушием выслушивал известия о том, что старик бывал часто болен и что несколько раз с ним делались такие сильные удары, что Кюре не раз находил необходимым причастить его. Он решил, что ни он, ни его жена не поедут на похороны, потому что пятнадцать лье — это далеко, и за экипаж возьмут дорого. На самом деле зять был вполне убежден в том, что у тестя ровно ничего нет, даже ни одной редьки, а потому ему было решительно все равно, жив он или умер. Как-то раз утром Дюге получил письмо от нотариуса, в котором было сказано, что его тесть в безнадежном состоянии, и нотариус просил его приехать как можно скорее. Его удивлению не было конца. Как? Неужели же он так ошибся? Как? Неужели его тесть, которого считали нищим, окажется богаче самого Креза? А, это уж чересчур. Впрочем, в этом нельзя было сомневаться. Если уж такое важное лицо, как нотариус, удостоило написать ему, простому крестьянину Дюге, так это что-нибудь дозначило, и в наследстве было что-нибудь необыкновенное. Он заставил несколько раз перечитать себе это письмо. А если бы не было ничего, думал он. Да, если бы не было ничего, то нотариус ничего бы не написал. Это ясно? Это очевидно, надо ехать. Он нанял тележку и лошадь, потому что нужно было ехать как можно скорее. Дорогой он еще более убедился в своем предположении и заранее считал денежки старика. У него, наверное, есть триста и кю. А может быть и больше. Повторял он сам себе, ударяя по лошади к нотовищам. — Может быть и четыреста. А иначе нотариус не написал бы мне письма. — Может быть и пятьсот. Он проехал первые дома в Лежарье, и теперь всякого, кто сказал бы ему, что тесть оставил ему в наследство меньше тысячи и кю, он, наверное, отколотил бы палкой. Когда он слез с тележки, то у него сильно билось сердце, и дом его тестя, жалкая, полуразвалившаяся лачуга, показался ему великолепнее всех тех дворцов, о которых говорится в волшебных сказках. Дюге постоял несколько минут, точно ослепленный этим великолепием. Пожелтевшие листья орешника трепетали от ветра, и им овладело необыкновенно приятное чувство. Ему показалось, что блестящие луидоры звенят, сталкиваются и сыплются на него золотым дождем. Он вошел, но едва не упал навзничь на пороге. В комнате сидел его тесть, живеханек и здоровеханек, и ел суп из глиняной чашки. От удивления и от негодования Дюге стоял на одном месте и не двигался. Он не мог ни войти в комнату, ни выйти наружу. Он был совсем уничтожен и похож на скупого, у которого украли деньги. Он проговорил, заикаясь. — Как? Вы не умерли? — Нет еще, зятек, нет еще, — отвечал тесть, нисколько не смутившись и продолжая есть свой суп с важным видом и не спеша. — Ну, хорошо, так я уеду. Дюге опять влез в тележку. — Ну, проклятая кобыла! Ну, проклятая скотина! Он погонял лошадь изо всех сил, бронился, посылал проклятие, бесился. Ах, проклятая кобыла! Ах, проклятая скотина! Неизвестно, к кому относились эти бранные слова, к лошади или к его тестью, но так как на Дюге нашло бешенство, то они относились и к тому, и к другой. Лошадь приехала в Фрельмон с разбитыми ногами и на другой день пала. — Вот и плати двадцать пистолей! — сказал себе Дюге. Но он утешал себя той мыслью, что придет же, наконец, в такое время, когда окалеет и его тесть. Этот инцидент нисколько не поколебал его уверенности. Напротив, он еще больше убедился в том, что его предположение верно. С каждым днем в его глазах наследство должно было увеличиться на сто икю. — Как ты глуп, муженек! — говорила ему жена. — Ты напрасно вбил себе это в голову. — Конечно, это гораздо лучше того, что думаю я. Но две тысячи икю, как ты говоришь, откуда может быть столько денег у этого старого нищего? — Почем знать, почем знать! — отвечал упрямый Дюге. — Он уже насчитал до трех тысяч икю, когда получил от нотариуса второе письмо. — Ну, этот последний удар таки прихлопнул его, воскликнул с радостью Дюге. — Наконец, вот счастье, он умер по-настоящему! В самом деле, в письме было сказано, что тесть его, наконец, умер, и нечего бояться того, что он воскреснет. И вот Дюге опять нанял лошадь, тележку и снова поехал в ле-жарье. На этот раз он не торопился, останавливался у всех кабаков на дороге и шутил со всеми встречными. — Ну, моя милая, ну-ну, моя девочка! — говорил он нежным тоном, обращаясь к своей лошади. Потом он обращался к своему тестю и называл его на «ты». Он чувствовал к нему большое расположение. Этот тестюшка, ведь он все-таки был хороший человек. Ох, бедный старик! В эту минуту он был уверен, что получит в наследство никак не меньше пяти тысяч икю. Когда дедушка Дюге рассказывал кому-нибудь об этом ужасном случае, то он всегда останавливался на этом месте своего рассказа и со свирепыми глазами, с губами, дрожащими от гнева, он спрашивал у собеседника. — Знаете ли вы, много ли было всего наследства? Знаете ли вы? Ах, горе! Да и только! Было! Было всего-навсего пятьдесят восемь франков и несколько су. И из этого нужно было заплатить за похороны. Нотариусу. За запись в книге черт знает еще за что. — Ну, чем же все это кончилось? — Ну, у меня была горячка, и я прохворал два месяца. А потом я хотел начать процесс с этим лагуном нотариусом. А затем, в конце концов, я отказался от наследства, шабы досадить старику. А потом это стоило мне больше трехсот франков. Да, больше трехсот франков чистыми денежками. Конец второй секции. Секция третья сборника рассказов «Октава Мирбо». Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Смерть старика Дюге. Глава четвертая. Его не радовали также и дети. А между тем он и стратил много денег, много денег на их образование. Ох, как он раскаивался теперь в этом. Да, он должен был бы поступать так, как и другие, и не посылать их в школу, но сейчас же заставлять их исполнять всякую тяжелую работу. Они, конечно, не умерли бы от этого. И это было бы, может быть, лучше, потому что тогда его сын и дочь не пошли бы по такой дурной дороге. Дюге мечтал сделать своего сына, мальчишку Исидора, хлебопашцем, не батраком, каким был он сам, но настоящим фермером. Впрочем, он и не понимал, что можно выбрать что-нибудь другое, кроме земли, когда это занятие переходило от отца к сыну. Это было завещано предками, и в этом завещании были своего рода честь, благородство, так что от него нельзя было отказываться. Для других занятий было довольно лентяев. Поэтому он глубоко огорчился и был обманут в своих надеждах, когда Исидор заявил, что он непременно хочет поступить на место и быть лакеем, так как мосье Батист, лакей в замке, этот гордый мужчина, который ослеплял всех своими красивыми фраками с голунами и своими нанковыми панталонами, цвет которых был желтее цвета масла. Кто мог вбить в голову его сыну такие мысли? Сначала он стал его уговаривать, старался объяснить ему, что такое земля. Обещал ему, что у него будет соответственная ферма, как у тушей, которые снимают на аренду ферму у Пито. Но потом, так как Исидор все кричал, что он хочет быть таким, как мосье Батист, он начал усовещевать его кулаками. В конце года, после побоев в перемешку с теоретическими рассуждениями и несбыточных обещаний, Дюге, видя, что это такое призвание, которое устояло против рассуждений и становилось еще желаннее от ударов, согласился, чтобы его сын поступил в мальчике в замок под начало к этому самому мосье Батисту. Прислуга. Его сын стал прислугой. Теперь она кончилась, эта длинная цепь предков с мозолистыми руками, с согнутыми спинами, родившихся на этой земле, почитаемых теми людьми, которых они кормили, благословенных Богом, потому что они продолжали его дело творения. Это было для него жестокой раной. Но гордый и упрямый крестьянин возмутился и сказал, чтобы с ним никогда не говорили о его сыне. Между тем его горе приняло менее острый характер, и его гнев превратился в насмешливое равнодушие. Он называл своего сына в насмешку «маркизом», и когда жена Дюге получала от него письма, то это служило неистащимой темой для насмешек. После десятилетнего отсутствия Исидор, переходя с одного места на другое, по-видимому, окончательно устроился у одного банкира, где было очень большое жалование, и очень много давали на чай. Он совершенно освоился со своей должностью, носил ливрею с удивительной непринужденностью, в городе одевался так элегантно, как Дэнди, был в курсе всех парижских анекдотов, посещал всех тех, которые считались аристократами среди лакеев. Считая имя Исидор слишком обыкновенным для лакея-банкира, он просил своего господина называть его более благородным именем Жюстином. В людской его называли мсье Жюстин. Мсье Жюстин захотелось провести несколько дней в деревне для того, чтобы показать свои великолепные жакетки, свои цепочки от часов и свои лаковые ботинки. Он хотел насладиться удивлением своих бедных земляков, их любопытством и уважением, которые он непременно должен возбудить во всех этих тупых крестьянах своей корректностью. Он уложил в свой дорожный сундук самые лучшие галстуки, жилеты и панталоны, какие только у него были, и отправился во Фрельмон. Отец Дюге со своими орудиями на плече возвращался с паденной работы, когда экипаж, который привез мсье Жюстина с вокзала, остановился перед домом. Мсье Жюстин проворно вылез из него и с улыбкой подошел к отцу. Но Дюге сделал такой жест, который помешал излиянию нежных чувств. Он осмотрел своего сына с ног до головы, с видом величайшего презрения, а потом сказал холодным тоном. — Мне не нужно лакея, парень. Я выливаю из горшка сам. И, повернувшись к нему спиной, он запер двери у него перед носом. — На него жалко было осмотреть, — говорил потом старик Дюге. — Представьте себе, что у него, у Маркизетова, были остроконечные ботинки, почти такие же остроконечные, как хвост у нашей свиньи, и шляпа, которая блестела больше, чем святое причастие. Что касается до его дочери, то тут была другая история. Ну, право же, можно было подумать, что в тела этих двух детей вселился бес. Фаншетта была бесспорно самою красивой девушкой во всем околотке, с приятным лицом, красными, как яблоко, щечками, всегда веселая, крепкого сложения, с бойкими глазами, и вместе с тем работящая и любящая повеселиться. Никто не умел так развеселить парней, как она. У них не было недостатка в ухаживателях, и в числе их находились такие молодцы, у которых были прекрасные имения на солнце. Ни одна из девушек во Фрельмоне, в Булей-Бланш, Пати, Буаклэр, Катурфитю, Буасси, Можи, не могла похвастаться тем, что ей вслед смотрят столько лиц с округлившимися глазами, с разинутыми ртами, и столько рук делают жесты, выражающие восторг. В особенности сын богатого крестьянина Пито. Тот прям ходил за ней по пятам. А сын крестьянина Пито был бы ей славной партией. Дюге не скрывал от себя, что такой брак представляет много затруднений, но он рассчитывал на ловкость своей дочери, которая могла преодолеть их. Он втайне надеялся, что в крайнем случае она сумеет сделать так, что забеременеет от этого глупого сына богатого крестьянина Пито. А раз фаншетта будет с прибылью, то дело примет хороший оборот, и тогда уже, хочешь или не хочешь, придется обратиться к господину мэру и господину Кюре. Впрочем, это был честный план, потому что они должны были пожениться и жить потом среди честных хлебопашцев. Конечно, он никак не допускал того, чтобы фаншетта сделала глупость только ради этой самой глупости. Только потому, что тут дело было серьезное и нужно было идти в церковь, никто не мог ничего сказать против этого. В одно воскресенье фаншетта объявила, что она хочет выйти за Франсуа Бегю. Если бы Дюге упал на голову целый воз сена, то и это не было бы для него таким тяжелым ударом, как подобное известие. — Ах, проклятая самка! — воскликнул он при этом неожиданном объявлении. — Значит, ты такая же, как и маркиз. Тебе стыдно заниматься хлебопашеством. Тебе нужны городские парни. — Франсуа Бегю. — Нет, скажите на милость, Франсуа Бегю. Ведь он не здешний, человек никуда не годный, который не сумеет отличить Вику от конопли. — Лентяй, который работает на заводе и у которого есть усы. Ты не выйдешь за него замуж, слышишь? Не выйдешь. — Я вам говорю, — отвечал фаншетта, — я вам говорю, что выйду. Он мне нравится. Да, я так хочу. Я выйду за него. Все-таки выйду. А потом вы напрасно так кричите, потому что мне наплевать на вас. — А, тебе наплевать на меня, гробиянка. Ах, тебе наплевать на меня. Ну, погоди же. Дюге поднял обе руки для того, чтобы ударить ее. Фаншетта, опершись кулаками на бедра, с вызывающим видом и с сердитыми глазами смотрела своему отцу прямо в лицо. — Вы можете меня бить. Вы такой грубый, — сказала она. — Да только вы ничего не сделаете. А потом, если вы хотите все знать, то я беременна, да. Беременна от него, да, да. Я беременна от Франсуа. Бегю. И, подойдя к нему поближе и, вытянув шею, она выкрикнула ему это имя прямо в лицо. Он был оглушен этим точно ударом дубины. Это имя хлестнуло его точно стохвостая плетка. Дюгэ, шатаясь, отступил назад и опустил в отчаянье руки. Он уже ничего не понимал. У него в голове спутались все понятия о справедливости, о приличии, о браке. Так что он не мог в них разобраться. Впрочем, несмотря на такое замешательство, у него все-таки оставалась надежда. Фаншетта, может быть, ошиблась? Он пробормотал. — Уверена ли ты в том, что беременна? От него вспомни. Уверена ли ты, что не от сына Пито? Фаншетта пожала плечами. — Значит, вы считаете меня развратной? Вам, может быть, хотелось бы, чтобы я спала со всеми? — Нет, конечно, он не хотел этого. Но сын Пито был не все, черт возьми, если уже она дошла до того, что спала с мужчиной. То почему же она не выбрала этого последнего, хорошего, честного человека, который был таким богобоязненным и которому принадлежала превосходная ферма? Нет, он никак не может допустить этого. И так все было кончено. Его прекрасным мечтам об устройстве своих детей не суждено было осуществиться. Оба они, и сын, и дочь, позорили его имя. Один тем, что выливал из ночных ваз дворян, а другая тем, что влюбилась в какого-то негодяя, который пришел неизвестно откуда и проводит время на заводах, где делает неизвестно что. Хорош будет у него зятек, нечего сказать. Пьяница, развратный, мод и, конечно уж, республиканец, как и все эти заводские рабочие. О да, большая приятность. Кроме того, у этого Франсуаза Бегю были усы, не так ли? А раз у него были усы, то этим все сказано. Дюге, так же, как и все крестьяне его типа, которые преклоняются предстаринными обычаями и строго охраняют традиции, ненавидел мужчин с усами, кто бы они ни были, землепашцы или рабочие. По его понятиям, усы изображали собой бунт, леность, общественный передел, все святотатственные стремления, которые из больших городов переходят и в деревни. Ужасный и совершенно новый порядок вещей, при одной мысли о котором на его крепкой четырехугольной голове от ужаса поднимались дыбом волосы. Порок, преступление, революция. Все, что тревожило его, когда у него было время думать, представлялось ему в символическом виде ощетинившихся усов. И это было верно, потому что с тех пор, как он помнит себя у всех людей, не любящих земли, негодяев, опасных браконьеров, воров и людей, живущих с наложницами, каких только он видел во Фрельмоне и в других местах, были усы, как у Франсуа Бегю. Наконец, точно так же, как он уступил фантазиям Исидора, он не стал противиться и тому, чтобы Фаншетта вышла замуж за усатого, думая для своего утешения, что сам он не будет чувствовать тех побоев, которые будет наносить ей муж. Свадьбу справили довольно весело, была музыка, играли на скрипках, а жена Дюге приготовила вкусный ужин, за которым все гости напились до пьяна сидором в закупоренных бутылках и грушевкой. Глава пятая. Теперь этот недалекий человек состарился, на его голове с красным и изборожденным морщинами лицом совершенно поседели волосы, его высокий, угловатый и худощавый стан согнулся и все более наклонялся к земле, подобно лишенным сучьев стволам старых деревьев на холмах. Уже не было прежней силы в руках, которые дрожали от самой легкой ноши, и в ногах, которые очень скоро уставали. Наконец, он должен был оставить работу. В тот вечер, когда старик к дюге вернулся в последний раз с работы, он, прежде чем сложить в подвал свои орудия, которые сделались теперь ненужными, пошел в сад, откуда через живую изгородь из подстриженного терновника видны были простирающиеся на далекое пространство поля под потемневшим в сумерки небом. Поля засыпали, все такие же могучие, все такие же прекрасные. К ним приливал сок, так как приливает кровь к жилам молодых людей. И долго, долго смотрел он на эту землю, на эту возлюбленную землю, на эту торжествующую землю, которую никогда не охлаждает зимний снег, которую никогда не уничтожают летние пожары, которая постоянно возрождается при своих вечных родах и всякий раз в еще более великолепном виде, над которой проходят люди, идеи и века, не оставляя на ней никакого следа своей борьбы, своей неудачи и своего разрушения. Он смотрел на эту землю, в которой он очень скоро сложит свои ослабевшие руки, в которой будут лежать его чресла, слишком устаревшие для того, чтобы оплодотворять ее. Рожь тихо шевелилась, шелестя своими колосьями, овес, похожий на легкий туман, поднимающийся на лугах, бледнел и переливался волнами, местами краснел клевер, чуть-чуть задетый последними лучами угасающего солнца, и в прекрасном свете заката кое-где стоящие яблони с кривыми сучьями принимали фантастический вид или были похожи на безобразный профиль ведьм. Прошла какая-то женщина, которая гнала хворостиной свою корову, потом какой-то человек, уходивший все дальше и дальше, запел протяжным голосом «Коси траву в дождь, товарищ, суши ее на солнце и сено будет хорошо». И старик Дюге заплакал в первый раз в своей жизни. Конец третьей секции Секция четвертая сборника рассказов «Октава Мирбо». Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Смерть старика Дюге Глава шестая Его жена и он откладывая по копейкам скопили себе четыреста франков годового дохода, не считая ежегодных доходов жены, которая продолжала ходить на паденную работу и которую еще больше, чем прежде, приглашали стряпать на свадьбах. На эти деньги они могли жить, не терпели ни холода, ни голода, спокойные, счастливые, ни у кого ничего не просили. Но, несмотря на это, старик Дюге не был счастлив. Сначала он не знал, куда ему девать время, и дни казались ему очень долгими и скучными. Чувствуя себя как-то неловко и не зная, что делать, он ходил из фруктового сада в огород, полол там, копал тут. Но этой работы, которую он обыкновенно откладывал на воскресенье, было ему слишком мало на всю неделю. Нет, жизнь капиталиста не подходила к нему, и он никак не мог привыкнуть к ней. Он старался придумать себе какую-нибудь работу, которая помогла бы ему рассеять скуку. Сделал лестницу, заменил старые перекладины в изгороде фруктового сада новыми, из остатков леса, которые у него нашлись, выстроил сарай, и когда все это было кончено, он опять задал себе этот ужасный вопрос, что делать, и не знал, как разрешить его. Тогда он придумал разводить кур и кроликов, куры будут его развлекать, он каждый день будет ходить за травой для кроликов, и время пройдет. Так как он был человек хороший, усердный работник, и был известен во всем маколотки за человека очень честного, то им заинтересовались владельцы замка, которые иногда поручали ему различные, не особенно утомительные работы, например, держать в порядке дорожки в саду, подбирать сухие листья, и служить натурщиком барышне, которая рисовала масляными красками. Но, несмотря на то, что старик Дюге мало-помалу опять привык к постоянному делу, он все-таки скучал, он сильно тосковал о полях. В хорошую погоду он часто ходил в поле к своим товарищам, которые косили или вязали снопы, но возвращался с прогулки недовольным, и его праздная жизнь казалась ему еще противнее. Ему приходили в голову мрачные мысли, он становился все печальнее и горько сожалел о прошлом. Вместе с этим и характер его становился раздражительнее. Он был готов из-за всего спорить и брониться, он сделался требовательным, придирчивым, сварливым, злоязычным. Он, который прежде так добродушно переносил постоянное отсутствие жены, теперь сердился на нее за то, что она бросает его, что она сговорилась с детьми и хочет уморить его. Разве ему приятно в его года, после того, как он сам столько бегал в своей жизни оставаться одному с утра до вечера, точно он какая-нибудь несчастная паршивая собака, самому варить себе суп, никогда не съесть хорошего куска, в то время, как его жена развлекается на свадьбах или в домах, на работе, хорошо ест, и у нее нет ни в чем недостатка. А когда в полдень старик печально садился перед своей неизменной глиняной чашкой с супом, иногда даже с холодным супом, то мысль о том, что его жена с блестящими глазами и разрумянившимися щеками весело угощается требухой и фрикассе приводила его в бешенство, и он говорил сам себе, ей наплевать на меня, но это не может так продолжаться, это не может так продолжаться, и тогда он помышлял о том, что уйдет куда-нибудь очень далеко, все бросит тут, начнет совершенно один, новую жизнь, будет работать, и подумывал даже о разводе. Ай, зачем только он женился, зачем нужно было брать ему жену, разве только для того, чтобы скучать и терпеть огорчения, в те дни, когда жена Дюге соглашалась остаться дома, он с самого раннего утра уходил с краюшкой хлеба в сумке и до самой ночи бродил по ельнику под тем предлогом, будто бы он собирает хворост. После трех важных событий в его жизни, смерти тестя, ухода сына и свадьбы дочери, Года проходили за годами, но время не изглаживало в его памяти печальных воспоминаний, и он продолжал говорить об этом с увеличивающимся день от дня горьким чувством. Маркиз, который становился все великолепнее, приезжал во Фрельмон только два раза, и то на короткое время. Что касается до мадам Бегю, то она каждое воскресенье приходила к отцу вместе с усатым, но старик, кажется, и не замечал их присутствия. Впрочем, во время этих надоедавших ему посещений, он по большей части убегал в поле, и там, вдали, находил в себе какое-то неизвестное занятие. Кроме того, что он все еще сердился на Фаншетту за то, что она обманула его надежды, выйдя замуж за Франсуа Бегю, он не мог выносить новой манеры держать себя, которую эта прекрасная дама переняла в городе. Он пожимал плечами, когда видел, что она разодет, как на картинке, без шляпы, с развивающимися по ветру волосами, с шиньоном на макушке и растрепанной грифкой на лбу, похожей на шерсть овчарок. Когда она говорила, то шепелявила и жеманничала, как-то особенно раскачивала заднюю часть тела и подражала городским жительницам, так что ему было жалко на нее смотреть. Иногда жена Дюге для того, чтобы угостить свою дочь, приготовляла хороший ужин, зарезала цыпленка или делала рагу из кроличьего мяса. Тогда старик выходил из себя, он запрещал брать своих кур и своих кроликов, потому что все это принадлежало ему и никому другому, а только ему, потому что он заботился о них, ходил за ними и хотел иметь удовольствие съесть их один или же продать их на рынке, если бы ему вздумалось. Ах уж, конечно, не стали бы так хлопотать для него. Пришло ли его жене хоть раз в голову состряпать ему что-нибудь повкуснее? Как бы не так. Все хорошее это было для нее и для других, но никогда для него. Нет уж, довольно обжором, лентяем и бездельником объедать его. Пусть фаншетто и усатый едят суп так же, как и он, а если это им не понравится, то они преспокойно могут сидеть дома и лакомиться чем им угодно. Он не будет им мешать, напротив, он будет очень рад, что избавился от них. И старик Дюге присаживался с ворчаньем к столу, к чашке с супом, который он ел с гордым видом. Этот суп невкусный и холодный, был сильным протестом против вкусного рагу, который поедали другие, облизываясь от удовольствия. Затем он ложился, грозя выбросить за дверь и стол, и людей, если они не будут молчать и не дадут ему спать спокойно, как бы то ни было, он хозяин в своем доме. В деревне стали очень много говорить о фаншете. По-видимому, это было что-то не особенно приличное, а в городе она пользовалась теперь самой плохой репутацией. Однажды в лесу Жеру, а другой раз в Оржи, жена Жандрена застала ее с мужчинами, и она не плела кружева, а занималась совсем другим. Ее поклонники приходили даже к ней в дом, один вслед за другим, молодые люди, женатые, были даже господа, происходили скандалы, не раз была драка, срам, да и только. Впрочем, фаншетта теперь уже не скрывала этого, и если она пойдет дальше, то скоро увидят, что она станет делать мерзости на улице хуже, чем какая-нибудь сука. Когда Дюге узнал все подробности, то это доставило ему величайшую радость. Впрочем, сначала он притворился, что сомневается, и говорил, что все это наплели злые языки, что это мстят те женщины, которые завидуют фаншетте. Но когда ему представили неоспоримые доказательства позорного поведения его дочери, то его восторгу не было границ. Он радовался не тому, что фаншетта забавляется, о, нет, потому что он прежде всего стоял за нравственность, и у него были очень определенные понятия о чести женщин и о религии. Но раз было такое несчастье, то он очень радовался, потому что оно обрушилось так, кстати, на голову Франсуа Бегю. Он говорил по делам ему, да, зачем он на ней женился. И при мысли, что усатый был несчастлив и вместе с тем смешон, что он, может быть, плакал, что он не смел показаться на улице, маленькие глазки старого крестьянина щурились от жестокого, бесчеловечного, злобного смеха. С этого времени он стал обращаться помягче с дочерью, которая мстила за него Франсуа Бегю. Он удостоивал даже шутить с ней, и сам удивился тому, что в порыве благодарности поцеловал ее в обе щеки, чего не случалось с ним ни разу в продолжение десяти лет. По воскресеньям, когда они собирались все вместе, он, хотя по-прежнему был неуступчивым относительно кур и кроликов, но, тем не менее, разговаривал, оживлялся, рассказывал циничные сальные истории об обманутых мужьях, и его злобный взгляд беспрестанно переходил с фаншетты, которая смеялась, не переставая, на грустного и задумчивого Бегю. Печальный вид его зятя, который он заметил только с тех пор, как узнал, что он несчастлив с женой, доставлял ему такое удовольствие, которое вполне вознаградило его за все его разочарование в прошлом. Он был безжалостным в своих насмешках. Та, которую он считал самой едкой, состояла в том, что он ощупывал лоб усатого и спрашивал у него, что такое у тебя на лбу, зятек, как будто бы у тебя что-то тут растет. И несчастный Бегю, который конфузился всякий раз от шутки тестя, машинально поднимал руки ко лбу, краснел и вращал своими кроткими, выражающими терпение глазами, похожими на глаза быков, тогда как старик, помирая со смеху, повторял «И что же это такое у тебя растет?» Эти припадки веселья нисколько не изменили его характера, который становился все более и более сварливым и деспотическим. Однажды утром старик Дюге проснулся с тяжелой головой и сильной болью в животе. Он все-таки встал и, охая от времени до времени, принялся за свои обычные занятия. Но его бессильные руки, мягкие как тряпки, отказались повиноваться ему. Его ноги дрожали точно камыш, сгибаемый ветром, а потом с ним сделался сильный озноб. Хотя он чувствовал себя очень нехорошо, но он не хотел изменить своих привычек. Утром съел грушу, а в полдень и в шесть часов пополудни поел супа. Напрасно его жена пыталась ухаживать за ним и заставить его поесть чего-нибудь получше. Он не хотел ничего слушать. Когда она упомянула о докторе, то он страшно рассердился, а между тем ему становилось все хуже. Боли в животе делались все сильнее, наконец, стали невыносимыми. У него было стеснение в груди, и его дыхание производило такой шум, как старое, прорванное поддувало. Голова до такой степени отяжелела у него на плечах, что он уже не мог держать ее прямо. Она у него кружилась, и ему казалось, что она своей тяжестью увлекает за собой все тело. Он лег в постель. Глава седьмая На очень высокой постели с пологом из темного ситца старик Дюге лежал на спине с широко разинутым ртом и не шевелился. Его загорелое лицо чуть-чуть побледнело от того, что близка была смерть. Обе руки, которые он выпростал из-под одеяла, лежали неподвижно на простыне из сурового холста, и его огромные руки с шишковатыми почти черными пальцами были похожи на корни дерева, вырванного из земли бурей. В нем только и было живого, что его глаза. Его маленькие глаза, которые пропускали между закрытыми веками гаснущее пламя сурового и гневного взгляда, подобно тому, как сквозь отверстие решетчатого ставня проходит последний свет угасающего дня. Хотя умирающий уже не шевелился и не отвечал на те вопросы, с которыми к нему обращались, но тем не менее он совершенно ясно отдавал себе отчет во всем, что происходило вокруг него. Он видел, как сейчас подходил к нему кюре, он слышал, как этот последний шептал молитвы, говорил о Боге и увещевал его умереть христианином. Он видел через отворенную дверь, как последний вечер сходил на землю со своими золотыми и пурпурными лучами, как на ветвях бука гонялись одна за другой птицей. Они прощались своими звонкими руладами с заходящим солнцем, которого он уже никогда не увидит больше. Он видел, как соседки останавливались на пороге, вытягивали шею, что-то бормотали и потом уходили, волоча свои ноги в деревянных башмаках по дороге. Но все это не интересовало его. Исидор в клетчатом пиджаке и в шляпе чистил грибы, которые он набрал в лесу. Фаншетта с такими растрепанными волосами, как никогда, ленивая вязала капор из черной шерсти. А его жена была очень занята. Она с засученными до локтя рукавами связывала с важным видом для жарения цыпленка, которого она готовила на ужин. Он следил за всеми движениями жены и его взгляд, последний взгляд, который умирающие стараются оторвать от земли для того, чтобы устремить его в беспредельное пространство таинственной вечности. Его взгляд переходил с жены на цыпленка. цыпленок. что сосредоточивало на себе его внимание в этот полный величия и ужасный час. Цыпленок. Цыпленок, который совмещал в себе всю злобу его жизни, жизни скупца, лишенного доброты, всю горечь его эгоистической, всеми оставленной старости. У него не было никакого приятного воспоминания о прошлом, никакого страха пред будущим, которое ему предстояло, никакого чувства, ни слезы, ни раскаяния, ни той потребности, которую ощущают самые жестокие из людей, потребности чувствовать в их холодеющей руке приятную теплоту руки любимого человека и утешительное дыхание любимых уст над их устами, которые должны сомкнуться навеки. Он даже не подумал о земле, о той земле, с которой он расстался и в которую его опять положат, о земле, которую он только одну и любил в своей жизни и которая примет его после смерти. Разве он не простился с ней тогда вечером в саду и это прощание разлучило его навсегда со всем, что было доброго, великого и гуманного в его душе. Говорят, что ангелы прилетают с распростертыми крыльями к изголовью умирающих для того, чтобы услыхать их последнюю молитву и вознести ее на небо. Его ангелом был цыпленок, прожорливый и лютый цыпленок, который выклевывал глаза, ел его сердце, долбил его печень. Он попытался собрать последние силы для того, чтобы испустить гневный крик, но вместо крика вышел такой слабый стон, который едва можно было расслышать. «Дай же отцу ложку микстуры», сказала Фаншетте мать, «А я пойду жарить цыпленок на вертеле». Фаншетта напрасно старалась всунуть ложку между стиснутыми зубами старика Дюге. Жидкость пролилась и потекла по обе стороны рта, затем по шее и по груди. Она потихоньку обтерла ее углом одеяло и затем посмотрела на отца. Взгляд старика, устремленный на нее в эту минуту был так ужасен и так отвратителен, что она сейчас же убежала, дрожа от страха. Наступила ночь. В дверь, которая оставалась все время отворенную, видна была над темной массой деревьев только небольшая часть ясного неба, на котором зажигались звезды. Крестьяне, возвращаясь домой, останавливались у дома Дюге, спрашивали о его здоровье, и по дороге проходили фигуры людей и скотины с неясными очертаниями. Комната была освещена только огнем печи, от которого двигались по стенам и по потолку большие фантастические тени, и который бросал на постель красный передвигающийся свет. Несколько раз приходила желтая собака, которая подбиралась ползком к цыпленку, чуя его запах, так что старуха принуждена была выгнать ее тряпкой. Началась агония. Сначала послышался небольшой хрип, тихое и глубокое хрипение, похожее на мурчанье кошки. Затем шум увеличился, он сделался похожим на тот, который производит кузнечное поддувало, и прерывался свистом и икотой. Старик Дюге лежал все в том же положении, вытянувшись и не двигался. Шевелились только одни его большие руки, которые сжимались и судорожно скребли холстину. Ледяной пот тек ручьем по его лицу, которая корчилась и принимала земляной цвет трупа. Исидор и Фаншетто стояли у постели, а старуха Дюге беспрестанно переходила от изголовья умирающего к цыпленку, которого поливало трещащим маслом с противня. Скоро хрипенье стало тише, оно замолкло, и руки сделались неподвижными. Это был конец. Старик Дюге не шевелился, и его глаза, которые теперь уже ничего не видели, сохранили и после смерти свой злобный и жестокий взгляд и непомерно расширившись, как будто бы пристально смотрели на цыпленка, который вертелся под пение вертела и зарумянивался на жарком огне. «Он умер», сказала старуха Дюге, приложив руку к груди своего мужа. «Фаншетта, подай-ка мне зеркало, я все-таки подставлю ему под нос». Зеркало не потускнело. «Конечно, он умер», повторяла старуха Дюге. Исидор, и Фаншетта, немного наклонившись над трупом отца, подняли одну за другой его руки, которые опять тяжело упали на постель. «Да», сказали они, «он умер». Они все трое были очень смущены и несколько минут стояли молча. «Я не думала, что он так скоро умрет», заговорила старуха Дюге, покачивая головой. «Конечно, со стариком было трудно ладить, но все-таки его жаль». И, указывая на мертвое тело, она прибавила почти с уважением. «Мы будем ужинать в соседней комнате». Конец рассказа о смерти старика Дюге. Конец четвертой секции. Секция пятая сборника рассказов «Октава Мирбо». Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. У мирового судьи. Камера мирового судьи помещалась в мэрии, в нижнем этаже, в зале, выходившей окнами прямо на площадь. Это была комната без мебели, с вымощенным плитами полом, со стенами, выбеленными известью. Она была разгорожена посредине чем-то вроде балюстрады из некрашенного дерева, которая служила в то же время и лавкой для всех без разбора, и для тяжущихся сторон, и для адвокатов. Это в те дни, когда разбирались крупные дела, и для любопытных. В глубине залы, на низкой эстраде, сделанной из плохо сколоченных досок, стояли три маленьких столика, и перед ними три небольших стула. Средний из них был предназначен для господина мирового судьи, тот, который стоял направо для письма водителя, а налево для судебного пристава. За этими столиками висело на стене изображение распятия в потерявшей по золоту рамке, имевшее жалкий вид и засиженное мухами. Вот и все. Когда я вошел в залу, то уже все собрались, зала была наполнена крестьянами, опиравшимися на свои ясеневые палки с черными кожаными ремнями, и крестьянками с тяжелыми корзинами, закрытыми крышками, из-под которых высовывались красные гребни цыплят, желтые клювы уток и уши кроликов. Ото всех их сильно пахло конюшней и хлевом. Мировой судья, человек маленького роста, плешивый, с гладко выбритым красным лицом, в грязном пиджаке, внимательно слушал то, что говорила какая-то старуха, которая стояла в отгороженном и предназначенном для тяжещихся сторон месте, сопровождая каждое из своих слов выразительными и сердитыми жестами. Письмоводитель с растрепанными волосами и одутловатым лицом, сложив на груди руки и наклонив над столом голову, казалось, спал, тогда как сидевший напротив него судебный пристав, очень худой, с очень длинной бородой и очень грязный, что-то записывал на скорую руку на кучке грязных дел. Старуха замолчала. «Вы все сказали?» спросил мировой судья. «Что извольте говорить, господин судья?» спросила истица, вытянув шею, которая была у ней вся покрыта морщинами, точно куриная лапка. «Я спрашиваю у вас, кончили ли вы вашу болтовню о стене?» повторил судья на этот раз громче. «Да, господин судья, то есть, прошу извинения, дело вот в чем, это стена, к которой Жан-Батист Массе пристроил свои...» И она хотела снова повторить то же самое, но судья прервал ее. «Хорошо, хорошо, довольна, Мартино, мы пошлем повестку». «Письмоводитель». Письмоводитель поднял голову, причем сделал ужасную гримасу. «Письмоводитель», повторил судья, «послать повестку, запишите». А затем он начал считать по пальцам. «Во вторник мы вызовем его во вторник, да, так, во вторник, следующее дело». Письмоводитель, подмигнув глазом, просмотрел список, перевернул лист, потом опять перевернул его на первую страницу, а затем, проведя пальцем снизу вверх по списку, вдруг остановился. «Гателье с Руссо», выкрикнул он, оставаясь неподвижным. «Здесь ли Гателье и Руссо?» «Здесь», сказал один голос. «Вот я», сказал другой голос. И оба крестьянина встали с места и вошли за решетку. Они стояли с неуклюжими манерами напротив мирового судьи, который, протянув по столу свои руки, положил крест-накрест их кисти с мозолистыми пальцами. «Говорите вы, Гателье, ну, что еще вышло у вас, любезный?» Гателье покачался на ногах, утер себе рот рукой, посмотрел направо и налево, почесал в голове, плюнул и, наконец, скрестив руки на груди, заговорил. «Вот в чем дело, господин судья. Мы шли домой с ярмарки Сен-Мишель и я и моя жена потом Руссо все вместе. Я продал двух телят и, позволить сказать, свинью. Ну, мы немножко подвыпили и мы ворочались в сумерках. Я пел, а Руссо все время дразнил мою жену и жена все время говорила «О, перестань, пожалуйста, Руссо, Господи, да какой ж ты глупый, ты точно ребенок». И, повернувшись к Руссо, он спросил «А ведь так было дело?» «Да так», отвечал Руссо. «На половине дороги», продолжал после небольшой паузы Гаталье, «я вижу вдруг, что моя жена поднимается вверх по косогору, перелезает через низкую изгородь, за которой идет большой ров». «Куда ты идешь?» спрашиваю я. «А не твое дело», отвечает мне она. «Хорошо», говорю, «а мы с Руссо идем дальше». Прошли мы с ним несколько шагов, гляжу, и Руссо тоже поднимается вверх по косогору, шагает через низкую изгородь, за которой идет большой ров. «Куда это ты идешь?» спрашиваю я. «Не твое дело», отвечает он мне. «Хорошо, говорю, и иду своей дорогой». И он снова повернулся к Руссо и спросил, «Ведь так было дело». «Да, так», ответил Руссо. «А я все иду своей дорогой», продолжал Гаталье, «иду, иду, иду, а потом обертываюсь назад и вижу, что на дороге нет никого. Я и думаю, это странно, куда ж они запропастились. Я врачаюсь назад». «Что-то очень долго», думаю, себе, «мы немножко подвыпили, это правда, но что-то очень уж долго». Вот прихожу я на то место, с которого Руссо поднялся по косогору, это уже перелезаю через изгородь и смотрю в ров. «Господи», говорю я сам себе, «да ведь это Руссо с моей женой». «Извините, пожалуйста, господин судья, но я точно так и сказал себе». Среди присутствующих послышался кое-где смех, но Гаталье не обратил на это никакого внимания, он продолжал, «Так вот, Руссо был с моей женой, с позволения сказать, и вот как он дрягал во рву ногами, не, надо было только видеть, как он дрягал ногами, этот проклятый Руссо, сукин сын, он негодяй, бездельник, эй, парень, кричуя сверху, эй, Руссо, послушай, скотина ты!» Я кричал это во все горло, но сколько я ему не кричал, ничего не помогло, тогда я сам спускаюсь в ров, схватываю Руссо за шиворот, за блузу. «Постой!» говорит он мне, «Постой!» говорит мне жена. «Я тебе, говорит он, полпистоли дам, слышь, парень, полпистоли». «Полпистоли?» спрашиваю я, а сам выпускаю из рук его блузу. «Да так верно ли это?» «А верно, верно!» «Побожись, божусь!» «Давай деньги сейчас!» «После!» говорит. «Ну, хорошо, говорю, и вот я опять иду на дорогу». Готелье и в третий раз потребовал, чтобы Руссо подтвердил его слова. «Ведь так было дело?» «Да, так», отвечал Руссо. Очень довольный этим, Готелье возвысил голос. «Вы слышите, господин судья, вы слышите? Он обещал, он пожился, потом он вместе с моей женой опять пришел на дорогу, а я сидел тут и поджидал их». «Давай полпистолей», говорю я, а он мне в ответ, «Завтра, завтра, а сейчас со мной нет и двух льярдов». «Может быть, это была и правда, я ничего не сказал, и вот мы пошли опять по дороге все вместе, и я, и моя жена, и потом Руссо, я опять стал петь, а Руссо опять начал дразнить мою жену, а она ему все время говорила, перестань же, Руссо, господи, да чего ты глуп, это и точно ребенок». А когда мы расходились, то я сказал, Руссо, помни, парень, ты мне побожился, побожился, и он пожал мне руку, сделал глазки моей жене и потом ушел. Ты куда, господин судья, с самого того времени он не хочет заплатить мне полпистолей, да еще к довершению всего, не дальше, как вчера, когда я потребовал от него долг, он назвал меня рогоносцем. Проклятый рогоносец, ты можешь себя обшаривать, вот что он сказал мне. Он опять повернулся к Руссо и спросил, ведь так было дело, на этот раз Руссо как-то смешно покачался на ногах и ничего не ответил. Мировой судья был сильно озадачен, он тер себе рукой щеку, смотрел то на письмоводителя, то на судебного пристава, как будто бы прося у них совета. Очевидно, он был в недоумении и не знал, как решить это дело. — Кхм-кхм, сказал он. Затем он несколько времени думал. — Ну, а ты, жена-гателье, что скажешь об этом? — спросил он у толстой женщины, которая сидела на лавке с корзиной между коленями и следила за рассказом мужа с таким серьезным видом, что на нее тяжело было смотреть. — Я? А я ничего не скажу, отвечала, встав с места, жена-гателье. — Но что касается до того, что он обещал и пожился, господин судья, он обещал дать полпистоля обманщик. Судья обратился к Руссо. — Так как ж, парень, ведь ты обещал, не правда ты ж побожился? Руссо со смущенным видом вертел в руках свой картуз. — Да, конечно, сказал он, но вот что я скажу вам, господин судья, полпистоли я не могу заплатить, это слишком дорого, это не стоит, ей-богу, не стоит. — Но надо ж как-то уладить это дело, полпистоли может быть это и действительно немного дорого, послушай ты, Гаталье, может быть тебе довольно будет Экью? — Нет, 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 я не возьму Экью, полпистоли, потому что он побожился. — Ну, подумай, любезный, Экью это деньги, а потом Руссо кроме того угостит тебя венцом. Ну, что ж ты, согласен? Оба крестьянина посмотрели друг на друга, почесывая у себя за ухом. — Ну, ты согласен на это, Руссо? — спросил Гаталье. — Конечно, — отвечал Руссо, — ведь мы с тобой приятели. — Ну, ладно. Они пожали друг другу руки. — Следующее дело, — сказал громким голосом судья, в то время как Гаталье, его жена и Руссо вышли медленными шагами из камеры, согнув спины и махая руками. Конец пятой секции. Секция шестая сборника рассказов «Октава Мирбо». Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Исповедь Жибури. Глава первая. Дом Кюре в Лонсеру и дом дедушки Жибури стоят рядом. Последний низенький, почерневший от времени и покачнувшийся, а первый двухэтажный с красивым фасадом, выкрашенным желтой краской и с белыми ставнями. Оба сада, отделяющиеся один от другого тонкой изгородью из терновника, спускаются к Рилле, узенькой и неглубокой речке, вода которой тихо журчит в этом месте между камышами и тростником. Так как эти два сада распланированы совершенно одинаково аллеями или, скорее, поросшими травой дорожками, и в них совершенно симметрично расположены цветники, вокруг которых насажены клубника, крыжовник и малорослые деревья с искривленными сучьями, то они, как две капли воды, похожи один на другой. Но только в саду Кюре, на самой середине, под лавровым деревом, стоит статуя Божьей Матери из раскрашенного гипса, кое-где обросшая мохом и полинявшая от дождя. У дедушки Жибари есть также своя статуя, которую он назло Кюре называет своим статуем Иосифа. Это соломенное чучело, на которое надет набок вытершийся, порыжевший и со сморщенной тульею цилиндр, и которая насажена на жердь и качается, растопырив руки, а на них навешаны красные лоскутья, пугающие воробьев. Направо и налево маленькие фруктовые сады, примыкающие к жилищам бедных людей, впереди расстилается зеленеющая и широкая долина, с ее рядами тополей с тонкими стволами и ольховыми рощицами. Долина, где так свежо и такая сочная трава, и где ходят стадами крупные быки этой приморской местности. Как-то раз утром после полудня дедушка Жибори занимался тем, что сажал в свежевспаханную землю лук парей, когда по другую сторону показался кюре, который вышел из своего дома с требником в руке. Старик сейчас же стал на четвереньки, согнув дугую спину и опустив нос почти до самой земли. В таком положении он стоял неподвижно, точно собака, подстерегающая полевую мышь. Кюре, бормоча латинские слова, ходил взад и вперед вдоль разделявшей сады изгороди, из-за которой видна была только его покачивающаяся голова с багровым лицом и с всколокоченными седыми прямыми волосами. Кюре, прочитав свои молитвы, остановился, положив свой требник в черном переплете на изгородь, а на требник крест-накрест свои руки. — Эй, дедушка Жибари! — закричал он. Дедушка Жибари притворился, что не слышит. Он продолжал стоять неподвижно, глаза у него заблестели от злобы, а ноздри дрожали так, как дрожат ноздри животных, привлеченных запахом добычи, и он не пошевельнулся. — Дедушка Жибари! — крикнул Кюре еще громче. — Эй, дедушка Жибари! Разве вы не слышите? Дедушка Жибари! Медленно, не издавая ни одного звука, точно зверь на стороже, он поднял голову и повернул ее в сторону. «Шо-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о нечто важное, торжественное, почти ужасное. Но из изгороди выпорхнул испуганный Риполов. Где-то далеко принялись трещать две сороки, и от порыва ветра заскрипела на своей жерде соломенное пугало. Потеряв всякое терпение от того, что дедушка Жебари все не двигался, Тюре снова позвал его. — Дедушка Жебари, эй-эй, дедушка Жебари, ну, что там такое? Опять крот, что ли? Старик выпрямился и от гнева ударил по земле кулаками. — Ах, провалиться бы! — выбронился он. — Он опять ушел, по вашей милости! Ах, негодяй! Ничего не оставил, все перерыл. — Пойду за своей западней! Он поднялся с земли с бранью и, согнувшись в три погибели и, махая дрожащими руками в такт своим трясущимся ногам, направился к дому. Но Тюре, который улыбался с лукавым видом, опять позвал его. — Скажите, пожалуйста, дедушка Жебари, отчего происходит то, что всякий раз, как я выйду в сад, вы непременно подстерегаете крота. — А я почем знаю? — отвечал старик грубым тоном. — Может быть, это от вас? Черт возьми! Крот и потом Кюре — это, конечно, одно и то же. Пойду за своей западней. — Да подождите немножко, дедушка Жебари. — Ну, мы об этом говорить не будем. А как вы себя чувствуете? Вполне хорошо. — Сила нет, господин Кюре, силы нет. Ноги у меня слабы, а потом голова, да и весь я. — Вот как у меня вертит внутри, ах, черт возьми, у меня вертит точно на мельнице. — Значит, — заговорил опять Кюре, помолчав с минуту, — значит, вас вертит там, внутри. Ведь на это следует обратить внимание. А вот скоро наступит и Пасха. При этом последнем слове дедушка Жебари широко разинул рот, кривой рот, разрезанный неровно, точно ножом, рот весь черный, в котором торчал обломок единственного желтого зуба. — Вы что, изволите говорить? — пробормотал он. — Я говорю вам, что у нас скоро будет Пасха, — повторил Кюре. — Да, что же вы хотите сказать этим? Пусть она и приходит, так ведь? — Хорошо, хорошо, шутите, шутите, старый хитрец. Вы знаете, о чем идет дело. Послушайте, неужели вы будете проводить Пасху так же, как и в прежние года, и не исповедуетесь? Послушайте. — Не говорите об этом, пожалуйста, не говорите об этом, я пойду за своей западней. Тогда Кюре заговорил властным тоном. — Выслушайте меня, дедушка Жебори, — сказал он с важностью. — Ваша дочь огорчается. Это для нее большое горе. Она плачет. Она в отчаянии. Вы причиняете ей большое горе тем, что вы такой безбожник. — Это милее-то, — подхватил с живостью старик. — А это совсем не ее дело. Пусть она занимается своими делами, а потом и вы тоже. Я очень люблю Бога, да. Я каждое воскресенье хожу к обедне, но что касается доисповедей, а потом того, а потом другого, я этого делать не намерен, нет, не намерен. — Вы человек старый, дедушка Жебори, у вас уже были удары. Человек не знает, сколько он проживет и скоро ли умрет. Он скрестил на груде руки и покачал головой. — А что, если бы с вами сделался удар нынче вечером, сейчас? — Что бы вы сказали? — Удар! А нынче вечером? Со мной? Ох, смотрите, как бы не пришлось и вам умереть раньше меня. Вы ведь тоже уж не молоды, да и здоровья некрепкого. Пойду за своей западней. — Ну вот, ну вот! Бедный Кюре не знал, что ему и говорить после этого. Ответы дедушки Жебори, которым придавало еще больше выражение злоба, светившаяся в этих маленьких, мигающих глазах, это упорное спокойствие насмешливого, грубого человека, сбивали его с толку, раздражали и пугали, как будто бы он находился в присутствии самого черта. Ему хотелось бы разбронить его, но он сдержался, боясь, чтобы старик не рассверепел еще больше, а также и в надежде на то, что ему удастся, наконец, привести к раскаянию этого старого, закоренелого грешника. Птицы перелетали с одного низкорослого дерева на другое, распевая на солнце, а там, внизу, тихо журчала река, вода которой задевала качающиеся от ветра стволы камыша. Вдруг рыжая кошка, которая пробиралась по грядке, где недавно был посажен латук, пустилась бежать со всех ног, в два прыжка перескочила через сад, пролезла через отверстие в изгороди и скрылась. Кюре был в большом смущении и придумывал, как бы половчея снова завязать разговор. Он вынул из кармана своей рясы табакерку, взял из нее щепотку табаку и, отряхнув несколькими щелчками свою руку, вдохнул в себя панюшку и громко отфыркнулся. — Послушайте, дедушка Жебари, — сказал он вдруг, — вы человек хороший, я сделаю вам одно предложение. О, ну да, одно прекрасное предложение. И он начал барабанить пальцами по своему требнику мотив псалма. Старый крестьянин навострил уши. Он посмотрел на Кюре глазами, в которых было написано недоверие. Кюре продолжал. — У меня остается еще одна бутылка старого вина, только одна бутылка старого вина, но такого старого, которому больше двадцати лет. Многие приехали бы за столье для того, чтобы достать бутылку такого вина. Она стоит, о, боже мой, да, она стоит по крайней мере десять франков, может быть, даже и пятнадцать франков. — Право, даже нельзя и сказать, сколько стоит такая бутылка, ей нет цены. Так вот, если вы захотите исповедаться, то я принесу вам эту бутылку. Она будет принадлежать вам, и вы можете похвастаться тем, что у вас будет такая редкая вещь, такая вещь, которой нет даже ни у его преосвященства епископа, ни у владельца замка жильбо, ни у кого. — Ох-ох, — говорил дрожащим голосом старик, почесывая у себя за ухом, — нет ли тут какого-нибудь обмана? Может быть, это только для того, чтобы меня поймать? — Да ведь я же вам говорю, послушайте, дедушка Жебари, согласны вы? — Я не говорю, что не согласен. — Ну так я сейчас же приду к вам? — Сейчас. А бутылка? — Да ведь я приду с бутылкой. — Ладно. Глава вторая Мелия была худая, вся высохшая девушка, всегда одетая в черное с головы до ног, точно монахиня. Если она не была в церкви, то употребляла время на то, чтобы приводить все в порядок в доме и украшать его стены священными изображениями, а ее губы постоянно шептали молитву. Отец и она никогда не разговаривали между собою. Это совсем не значило, что они сердятся друг на друга, но если старик не мешал своей дочери предаваться чрезмерной набожности, то он требовал, чтобы и она со своей стороны предоставила ему свободу поступать так, как он хочет, и не вздумала увещевать его насчет того, что относится к религии. А так как Мелия умела говорить только о божественных предметах, то она совсем не говорила с ним. Вот уже десять лет они жили при полном молчании. Дедушка Жибари вернулся в дом и даже не взглянул на Мелию, которая, подобрав валиком юбки вокруг своих плоских бедер и засучив рукава до самого локтя, чистила котел и при этом бормотала молитвы. Он прошел в свою комнату и запер за собой дверь. Через четверть часа он услыхал голоса. В соседней комнате слышен был шепот и сдерживаемые восклицания, а когда он отворил двери, то увидел Кюре, который улыбался, так и сиял и держал в руке бутылку. «Ох, ох, дедушка Жибари!» — воскликнул Кюре торжествующим тоном. «Вот она! Это она! Единственная! Последняя! Лучшая из лучших! Ах, старый счастливец!» Подняв бутылку над своей головой за край горлышка, он показал ее во всей ее красе, с ее кругленьким брюшком и покрытую паутиной, которая представляла собою как бы ее почтенную бороду. «Вот это хорошо! Вот это хорошо!» — проворчал старый крестьянин, который искоса посматривал на бутылку своими заблестевшими глазами. «Ну, как же мне сделать это дело?» Кюре, быстро окинув глазами комнату, осмотрел ее всю и сказал. «Это очень просто. Вот маленький столик. Вы сядете у одного его конца, а я буду у другого». «А бутылку надо поставить посередине», — прибавил Жибари. «Хорошо, и подумаешь, что я берег ее для дня столетней годовщины, святого Латуина. Ну, что ж делать, раз обещано? Ну, вы готовы? Мы сейчас начнем». Кюре почтительно поставил бутылку на стол, сел и, перекрестившись, пробормотал торжественным и глухим голосом. «Во имя Отца, Сына и Святого Духа! Аминь!» «Повторите эти слова, дедушка Жибари». А этот не спускал глаз с бутылки. У него мелькнуло в уме подозрение, как бы Кюре не посадил его в бутылку, то есть не обманул. И он спросил. «Какое же это вино?» «Бургундское. Старое бургундское», — отвечал Кюре. «Бургундское. Право, лучше, если бы это было Бордо». «Да правда ли то, что это, по крайней мере, бургундское? Не хотите ли вы меня обмануть?» «Ну, раз я вам говорю. Ну, начнемте опять. «Во имя Отца, Сына и Святого Духа! Аминь!» «Повторите это, дедушка Жибари». «Во имя Отца и Святого Духа! Аминь!» Сказав эти слова, он повернулся к Кюре. «Что же вы хотите, чтобы я вам сказал? Мне нечего сказать вам, совершенно нечего. Я никого не убил, не изнасиловал и не обокрал». Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошла Мелия с сердитыми глазами и с угрожающим жестом. «Господи, да как же это можно?» Закричала она, подходя к столу. «Господи, да как же это можно говорить такую ложь?» «Да еще на исповеди Богу!» «Господин Кюре!» «Да, вы воровали!» «Да, господин Кюре!» «Он воровал, он воровал, да еще не один раз, а больше десяти раз!» «Но я не хочу, чтобы он рассказывал в таком виде, он может умереть ночью ночью, он пойдет прям в ад!» «Я этого не хочу!» «Он украл кролика у жены Рено, серп у крестьянина Трепалье, а потом сажень дров у Масьябаку, хороших грабовых дров, так что нам хватило их на две зимы. Он украл две меры ячменя у Маршана. Разве я могу знать все, что он украл?» Старик с пеной у рта показывал кулак своей дочери и кричал «Уйдешь ли ты отсюда? Замолчишь ли ты? Погоди! Погоди!» Он хотел встать, но в торопливости так толкнул стол, что бутылка наклонилась, покатилась по столу, и раньше, чем Кюре успел удержать ее, упала на пол, по которому при звоне разбитого стекла разлилась красная жидкость. Все трое стояли с минуту в ужасе, пораженные, с разъянутым ртом и вытаращенными глазами, следя взглядом за тонкими, извилистыми красными струйками, которые текли все дальше, разделялись, соединялись и исчезали в трещинах пола. «Проклятый плут!» — выбронился Кюре, ударив кулаком по столу. «Пресвятая Богородица!» — взмолилась Мелия, сложив свои руки. «Я пойду за своей западней». Вот все, что сказал дедушка Жебори, который совсем встал и пошел медленными шагами из комнаты, волоча свои деревянные башмаки и размахивая руками. Конец шестой секции Секция седьмая сборника рассказов «Октава Мирбо». Эта запись сделана для проекта «Либривокса» и является общественным достоянием. Горе крестьянина Пито Глава первая Крестьянин Пито запрягал в конюшне своих лошадей, приготовляясь выехать на пашню, и при этом ворчал, бронился и плевал. Фонарь, в котором вместо стекла была вставлена роговая пластинка, освещал потолок с расщелившихся досок, которого висели растрепанные клочки сена, а на грязных стенах, забрызганных навозной жижей, двигались принявшие огромные размеры тени скотины. У двери конюшни появилась работница Луиза. — Эй, хозяин! — позвала она. — Хозяин! — Ну, что там еще? — спросил Пито, собирая веревочные постромки и завязывая их в один большой узел. — Что там еще? — Пойдите скорее сюда. А я не знаю, что такое сделалось с перепелкой. Она не хочет вставать. Сколько я не бил ее? — Она башмаком под зад. Она не двигается. А потом она дышит. Она дышит. Господи, как она дышит? — Что же это? Что же это? Ты говоришь, что она не хочет вставать, эта корова? — Да, не хочет. — Что же, что же? Подожди меня. Пито отцепил фонарь и пошел за работницей. На дворе только что расцветало. Это было очень холодное, пасмурное утро, и стоял туман. Один из тех желтых ноябрьских туманов, при которых не видно ни земли, ни неба. Туман, в котором едва можно различить контуры деревьев и домов. Контуры эти затем исчезают и смешиваются со сгустившейся бесцветной атмосферой, представляющей собой печальный образ небытия. На дворе фермы куры, разбуженные кукареканьем петухов, клевали навоз, утки чистили свои перья у грязной лужи. И в то время как пастух, за которым шло его стадо, исчезал в тумане, точно привидение из хлева медленно и тяжело выходили коровы, которые направлялись к водопою, мычали, вытянув шею, и, проходя одна за другой, терлись боками о ствол орехового дерева. С его ветвей, лишенных листвы, стекала ночная сырость, которая, капая на землю, производила такой же шум, какой производит дождь. Пито прошел впереди Луизы в отворенную дверь, и вот что он увидал. В темноте, в глубине хлева, в котором было жарко, как в печи, и стоял едкий и неприятный запах навоза и молока, лежала корова на подстилке из грязного папоротника. Ее огромные белые бока раздувались и сплющивались, точно поддувало в кузнице. Ее бедра, испещренные рыжими пятнами, были запачканы мочой и зеленоватым калом, и из ее морды, протянутой на грязной подстилке, выходило какое-то свистящее и короткое дыхание. Питок, которым усветила Луиза, он отдал ей фонарь, наклонился над коровой, внимательно осмотрел ее, ощупал ей все члены своими большими багровыми руками, поднял ей веки и посмотрел на ее кроткие и бессмысленные глаза, в которых был теперь лихорадочный блеск. — Ну, перепелочка, — сказал он с нежностью, — ну, моя красавица, перепелочка, что ж с тобой, моя милочка, где у тебя болит, скажи, моя королева, где тебе больно? Он взял из ясли свеклу, которую разломил пополам, и, обнюхав сначала оба куска, подал их один за другим корове, которая отвернула голову, а сама и не пошевелилась. — Что же это? Что же это? — пробормотал он. Его лицо, похожее на комок земли, на который был надет картуз, вдруг приняло озабоченный вид. Пито несколько раз почесал у себя за ухом и погрузился в глубокое и тяжелое раздумье, в то время как Луиза, покачиваясь на своих толстых бедрах, рассеянно смотрела на пустой хлев и на его тяжелые балки, которые исчезали в темном углу под крышей. Кинув куски свеклы назад, в ясли, он встал на колени, на навозе, приложил ухо к груди коровы и для того, чтобы лучше сосредоточиться и лучше слышать, закрыл глаза. Отвратительная крыса пробежала по решетке для сена и сейчас же проскочила в трещину стены, сделанной из глины с соломою, а затем хлев заполнили курой. — Господи, как она дышит! — воскликнул Пито, поднимаясь с колен. — У нее так и кипит в легком, точно молодой сидр в бочке. — Она больна, эта корова, да, это верно, что она больна, очень, очень больна, черт возьми, ну что с такой с ней, Луиза? — А, что вы говорите? — Пойди к Вригу, да возьми там мешки с-под картофеля, а потом еще старый брезент, ты знаешь, старый брезент, направо, на катке. — Господи, как она дышит! Работница отдала фонарь хозяину и вышла из хлева, стуча своими деревянными башмаками. Пито с озабоченным видом и нахмуренными бровями принялся ходить вокруг коровы, бока которой поднимались все выше и выше. У него сжалось сердце от страха, когда он подумал, что, может быть, он лишится ее, и скоро увидит, как она будет лежать тут, протянувшись, бездыханная, с окоченелыми членами. Его охватил ужас, и по телу у него пробежали мурашки. Такая красивая корова! Самая лучшая из всего стада, корова, которая каждый день давала ему шестнадцать литров молока и каждый год теленка, которого он продавал за девяносто франков на ярмарке в Эшофуре. Отчего она была больна? Отчего она лишила бы его верного дохода, который он был бы должен получить? Разве за ней был плохой уход? Разве у нее не было вдоволь хорошей травы, моркови и свеклы? Ощупывая ей спину, живот, подгрудок, вымя, поднимая закрытые веки, Пито и сам не знал хорошенько, что ему нужно делать, сердиться на нее или жалеть ее. Впрочем, из страха, что ее болезнь усилится, если он будет обращаться с ней грубо, он говорил с ней нежно, осыпал ее ласками. — Ну, моя красавица, перепелочка, ну, моя королева, моя милочка, моя душечка. Но на самом деле ему хотелось бы назвать ее проклятой животиной, грубо потрясти ее за рога и натравить на нее собак, которые стали бы кусать ей поджилки. Луиза вернулась с мешками и брезентом. Оба они очень осторожно обвернули ими корову, с нежностью закутали ее, как ребенка. — Ну, моя бедная перепелочка, — говорил Пито. И всякий раз Луиза отвечала на эти слова. — Ну, мой херувимчик, мой цыпленчик, мой поросеночек, ну, моя бедная перепелочка. Глава вторая. — Замолчишь ли ты, скверный мальчишка? — кричала жена Пито, которая, сидя на корточках перед большим котлом с засученными до локтя рукавами рубашки, мяла в руках картофель, который она потом обваливала во трубях и обмакивала в сметану. — Погоди, погоди, вот я тебя отшлепаю, будешь ты у меня так орать! Но крики, которые шли из маленькой, плетеной из ивовых прутьев колыбели, стоявшей между двумя кроватями в этой комнате, не прекращались, и вдруг послышались какие-то хриплые звуки, точно хрипенье ребенка, которого душат. — Ах, проклятый мальчишка! Ах, горлан! — закричала фермерша. — Да замолчишь ли ты? Перед большой печью, выкрашенной сажей, сидела на задних лапах любимая собака, Рике, и пристально смотрела на догоравшую вязанку хвороста, а две кошки спали, растянувшись во всю длину на теплой золе. Жена Пито подошла к колыбели, в которой не переставал кричать ребенок. Было тяжело смотреть на его худенькое, бледное, сморщившееся и делающее ужасные гримасы лицо. Его глаза были закрыты дряблой кожей, и полоса, где сходились закрытые ресницы, казались раной, из которой сочится кровь. Крики с трудом вырывались из его сжавшегося горла, и все его тело судорожно передергивалось от конвульсий под простыней из небеленого холста. — Когда ж ты перестанешь плакать, а, скверный мальчишка? — сказала фермерша, которая, наклонившись к колыбели, подняла ребенка и встряхнула матрац, набитый мекиной и запачканный испражнениями. — На! — прибавила она, кладя ребенка снова. — Ну, спи! Если б тебя слушать, то пришлось бы оставить всякое другое дело и возить сток с тобой. Она отошла от колыбели, встала на колени перед печью и развела опять огонь, который был готов погаснуть. Собака поднялась и стала ходить по комнате, обнюхивая пол. Кошки проснулись, потянулись и влезли на стул. В эту минуту в комнату вошел пито, за которым шла Луиза. — Я думаю, что перепелка больна, — сказал он, покачивая головой. — Очень больна, да, очень больна. Фермерша, которая дула на головешке, быстро выпрямилась. — Что ты говоришь? Что такое ты говоришь? — спросила она, немного побледнев. — Я говорю, что перепелка очень больна. Вот что я говорю. Очень, очень больна. — Что ж с ней сделалось? — Да я не знаю. У нее что-то в легком. Она ничего не ест. А потом она пухнет. — А потом она тяжело дышит, — подтвердила Луиза. — А потом она очень, очень, очень больна, — заключил пито, который бросил свой картуз на стол с выражавшим отчаяние жестом. Жена пито была так поражена этим, что не сказала ни слова. Для нее было ужасно слышать, что ее красивая корова, дававшая так много молока, перепелка, тяжело дышала, пухла, ничего не ела, была очень больна. Это известие совсем ошеломило ее. Впрочем, она скоро пришла в себя и, бросив на пито сердитый взгляд, закричала. — А она пухнет, она тяжело дышит, а ты стоишь-то, точно дурак, и только чешешь у себя в голове. Ты, может быть, думаешь, что ветеринар — это только для собак, дурлей ты? Скотина может околеть, тебе все равно, ты не двигаешься с места, точно пень. Подложил ли ты ей хоть свежей соломы? Ах ты, Господи! Ребенок снова начал кричать, и колыбель скрипела от усилий этого бедного маленького существа, которое боролась с болезнью. В его крике, то слабом, как стон, то пронзительном и раздирающем душу, то глухом, как предсмертное хрипение, слышалась просьба о помощи. Но ни отец, ни мать не слыхали этого призыва, который выражался только криком. Они продолжали смотреть. Взбешенная жена Пито жестикулировала и говорила. «Если ты будешь стоять, то досмотреть на меня с разинутым ртом, то разве это ей поможет?» И, повернувшись к работнице, она громко кричала. «Это ты виновата в этом, негодяйка! Ты, наверное, вводила ее пастись в орешник, и вот она наелась какой-нибудь вредной травы!» Опустившись в изнеможении на стул, она закрыла себе лицо фартуком и заплакала. «Моя бедная перепелка наелась от травы!» С ребенком сделался припадок кашля. Казалось, что он икнет еще раз, и его тело разорвется. Пито поднял голову и посмотрел по направлению к колыбели, ивовые прутья которой трещали, и выше края которой заметны были маленькие, худые, кривлявшиеся ручки. «Что это? Это мальчик так кричит?» — спросил он. «Отчего он так кричит?» «А у него ничего не болит, у него режутся зубы, бедная моя перепелка!» «Ну, я пойду за ветеринаром, и потом, ведь она еще не окалелась, что ж так огорчаться раньше времени?» «Бедная моя перепелка! Нам никогда не найти такой коровы! Никогда!» «Омолчишь ли ты, проклятый поросенок! Погоди, я тебя выпарю!» Но Луиза уже взяла ребенка, и в то время как Питон одевал блузу, она, сидя у печи, пичкала его крутой и липкой кашей, а ребенок бился у нее в руках, его рвало, и он хрипел. Глава третья Доктор, закутавшись в свою теплую волчью шубу, ехал в Тельбюрии, которым правил сам. Он старался объехать глубокие колеи и большие камни, круглые верхушки которых виднелись кое-где на дороге. Несмотря на то, что у него была умная и послушная лошадь, колеса его экипажа натыкались иногда на камни или скользили в ямы, так что экипаж подпрыгивал на своих рессорах, точно лодка на волнующемся море. Моросил мелкий дождик. Очень высоко летели вороны, вырисовываясь на сером небе, а стаи испуганных скворцов, привлеченных сюда изгородями, обсаженными астралистом и шиповником, которые тянулись по обе стороны дороги, взлетали кверху и садились на сучья ближних яблонь. — Здравствуйте, господин Роген, — сказал какой-то толстый человек, который, перешагнув через изгородь в том месте, где она была сломана, вдруг стал посередине проселочной дороги. Он был одет в очень короткую куртку и грязные панталоны, продолжением которых служили стоптанные и покрытые грязью сапоги. Доктор остановил свою лошадь. — А, господин Торель, — сказал он. — Здравствуйте, господин Торель. Как рано вы ходите по деревне. Торель передохнул минуту. Он спустил вниз серый шерстяной шарф, которым была закутана его шея, и отвечал. — Да, господин Роген, у меня есть в Эпине, годовалый жеребенок, который болен мытым. А теперь я шел полем к Пито, чтобы посмотреть его корову, которая больна воспалением легких, и которую я лечу уже четыре дня. В настоящее время у скотины много случаев воспаления легких. — О, помилуйте, да ведь я тоже еду к Пито. — Да-да, я знаю, к его ребенку. Это я посоветовал ему послать за вами. Мне кажется, что ребенок у него опасно болен. Но я не задерживаю вас, господин Роген. — Мы поедем вместе, господин Торель. Садитесь ко мне в экипаж. — Да у меня грязные сапоги, господин Роген. — А это ничего не значит, господин Торель. — Ну, когда так, господин Роген, с удовольствием. На повороте дороги показался какой-то крестьянин, который шел быстрыми шагами. — Смотрите, смотрите, ведь это Пито! — воскликнул Торель, который уже спустил ногу на подножку Тильбюри. — Эй, Пито! — Здравствуйте, Пито! — Добрым утром, масье Торель с компанией! — сказал фермер, который остановился и почтительно снял шляпу. — Ну, а что же ваша корова? — спросил ветеринар. — Вы очень добры, масье Торель. — Она окалела нынче утром. — Господи, боже мой, да, окалела. Я только что успел вставить новое дно в бочку, а она и окалела. Я шел к вам сказать, чтоб вы не беспокоились. — Она окалела. — Да, он сделал сердитый жест. — Какие у меня все несчастья! Три года тому назад я потерял двух жеребят и теленка, с позволения сказать. В прошлом году у нас окалела жеребая кобыла, а в этом году я и сам не знаю, от чего это, но у меня погибли все куры, а теперь вот корова, прекрасная корова. — Корова, можно сказать, редкая, очень редкая. Черт возьми, масье Торель. — Наверное, нас сглазили. — Сглазили! Питот топала землю ногой и рвал на себе волосы. — А сколько стоит денег? Все эти потери-то, сколько денег? А потом рожь не идет с рук. Картофель отдают за бесценок. С такой засухой, какая была у нас, и говядина не принесла пользы. Сколько тут пропало денег, господи, боже мой! Кто это мог нас сглазить? — Ну, а ваш ребенок? — спросил Роген. Но Питто смотрел на доктора, как будто бы не понимая, что он говорит. — Что вы изволите говорить? — спросил он. — Как здоровье больного ребенка, к которому я еду? — Это вы говорите о нашем маленьком мальчике? — Ну да. — А-а-а! Да ведь он умер. Конец седьмой секции. Секция восьмая сборника рассказов «Октава Мирбо». Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. «Эй, дедушка Николай!» Мы шли целых два часа, показавшихся нам очень долгими, по полям, под лучами солнца, падавшими с неба точно огненный дождь. Под тек ручьями у меня по телу, и меня мучила жажда, страшная жажда. Напрасно я искал ручейка, свежая вода которого журчит под листвой, или же родника, какие можно встретить в этой местности, маленького родника, который спит в своей нише из покрытой мохом земли. И я приходил в отчаяние, язык у меня высох и в горле палило огнем. «Мы дойдем с вами до Гертодьера, той фермы, которую вы видите вон там», — сказал мне мой спутник. «Дедушка Николай даст нам хорошего молока». Мы пошли через поле, лежавшее под паром, и комья земли рассыпались под нашими ногами в красную пыль. Потом, пройдя мимо засеянного овцом поля, на котором волновавшийся от легкого ветерка овес принимал синеватые оттенки, мы пришли во фруктовый сад, где под тенью яблонь лежали и спали пестрые коровы. На конце сада находилась ферма. На дворе, образуемом четырьмя жалкими строениями, не было ни души, если только не считать цыплят, клевавших навоз, который лежал около овчарни и плавал в грязной навозной жиже. После напрасных попыток отворить затворенные и чем-то заставленные двери, мой спутник сказал, «Наверное, все в поле». Впрочем, он крикнул, «Дедушка Николай! Эй, дедушка Николай!» Но никто не отзывался. «Эй, дедушка Николай!» Этот вторичный зов только напугал кур, которые разлетелись во все стороны, склохтаньем и махая крыльями. «Дедушка Николай!» Обманувшись в своих ожиданиях, я уже хотел сам доить тех коров, которые лежали во фруктовом саду, когда из приотворенной двери амбара высунулась голова старухи с угрюмым, сморщенным и очень красным лицом. «Что нужно?» Закричала крестьянка. «А, это вы, мосье Жозеф! Я вас не сразу узнала. Извините меня, пожалуйста, и вы, и ваш спутник». Теперь она показалась вся. К голове у нее плотно прилегал бумажный колпак, кончик которого был откинут на лоб, часть плеч и шея. Костлявые и сморщенные, можно сказать, кирпичного цвета, до такой степени они загорели от солнца. Выходили из складок широкой рубашки из толстой холстины, сдерживаемой у пояса коротенькой, почти детской юбкой с черными и серыми полосами. Деревянные башмаки, грубо сделанные из букового пня, служили ей обувью и были надеты на ее босые ноги синеватого цвета и сморщившиеся, как кусок старой кожи. Крестьянка затворила за собой дверь и приставила лестницу, по которой сходила вниз. Но прежде чем поставить ногу на первую перекладину, она спросила у моего спутника. «Это вы кликали моего мужа, дедушку Николая?» «Да, бабушка, это я». «А на что вам нужен, дедушка Николай?» «На дворе жарко, нам очень хочется пить. Вот мы и хотели попросить у него чашку молока». «Погодите, мосье Жозеф, я сейчас к вам приду». Она начала медленно спускаться по лестнице, стуча своими деревянными башмаками. «Значит, дедушки Николая нет дома?» — спросил мой спутник. «Извините», — отвечала старуха. «Он дома». «Да, конечно, он дома. Да только он, бедняга, уже не может двигаться. Нынче утром его положили в гроб». Теперь она совсем сошла. Отерев в себе лоб, по которому текли крупные капли пота, она прибавила. «Да, мосье Жозеф, он умер, дедушка Николай. Это случилось вчера вечером». А так как мы приняли печальный вид, то она сказала, «Ну что же, это ничего, право, ничего. Вы войдите в комнату, там прохладнее и отдохнет немного, а я в это время схожу за молоком». Она отворила дверь жилого дома, запертую на двойной оборот ключа. «Войдите, господа, и, пожалуйста, не стесняйтесь. Будьте как дома. Смотрите, вот он, дедушка Николай». Под бревенчатым закоптившимся потолком на дальнем конце большой темной комнаты между двумя кроватями с ситцевыми пологами стоял на двух стульях гроб из некрашенного дерева, наполовину закрытый скатертью из небеленого холста, украшенной только медным распятием и веткой освещенного буксуса. В ногах у гроба поставили маленький столик, на котором тускло горела и догорала оплывающая сальная свечка, которая изображала собой восковую свечу. Рядом со свечкой стоял красный глиняный горшок со святой водой, и при нем был тоненький пучок дрока, служивший вместо крапила. Мы перекрестились и покрапили святой водой гроб, а затем, не говоря ни слова, сели за большой стол, смотря со смущением друг на друга. Скоро вернулась и жена дедушки Николая. Она осторожно несла большую чашку молока, которую поставила на стол, говоря, «Вы можете пить его сколько в душе угодно. Вы нигде не найдете такого хорошего и такого свежего молока». В то время как она ставила на стол маленькие чашки и доставала из квашни большой круглый ситный хлеб, мой спутник спросил у нее, «А что же дедушка Николай был долго болен?» «Совсем нет, масье Жозеф. Надо сказать, что ему уже несколько времени было как-то не по себе. У него было что-то неладно в легких. Я думаю, что это от крови. С ним был два раза так, что он бледнел, потом багровел, а потом чернел и падал точно мертвый». «А разве вы не посылали за доктором?» «Конечно, нет, масье Жозеф. Конечно, я не посылала за доктором. Ведь он, так сказать, не был и болен. Ведь это не мешало ему ходить и туда, и сюда, и разгуливать с мальчишками. Вчера я пошла на базар, и вот когда я вернулась, что ж я вижу, дедушка Николай сидит, голова у него опустилась на стол, а руки висят, и сам он, недвижим, точно камень». «Муж», — говорю, «ничего не отвечает?» «Дедушка Николай, муж!» «Кричу ему на ухо. Нет никакого ответа. Нет и нет». «Тогда я начинаю его трясти, вот так, а он закачался, а потом упал на пол, и все так и лежал, и не шевелил, ни рукой, ни ногой, а сам-то вот черный, черный, точно уголь». «Господи», — думаю я, «да никак дедушка Николай умер. А он и умер, месье Жозеф, он и в самом деле умер. Да что же вы не пьете молоко-то, у меня еще есть, а потом я в это время не бью масла». «Это большое горе», — сказал я. «Что же делать?» — отвечала крестьянка. «Конечно, это Божья воля». «Разве у вас нет никого, кто побыл бы при покойнике?» — прервал ее мой спутник. «А ваши дети?» «Ох, теперь нечего бояться. Он теперь уже не уйдет, бедняга. А потом ребята в поле, они убирают сено. Из-за этого нельзя останавливать работу, ведь раз он умер, то это его не воскресит». Мы напились молока, поблагодарив жену дедушки Николая, мы ушли от нее в смущении, не зная, удивляться ли такому равнодушию крестьян к смерти или порицать его. А между тем даже в лае собак в опустившей конуре слышится, как будто рыдание, а в пении птиц около разоренных гнезд точно жалобный стон. Конец восьмой секции. Секция девятая сборника рассказов «Октава Мирбо». Эта запись сделана для проекта Либривокса и является общественным достоянием. Смерть собаки. Глава первая. Ее хозяин звал ее Турком. Это была худая собака, желтой шерсти, с понурым видом, с остроконечной мордой, с короткими, плохо подрезанными ушами, из которых всегда сочилась кровь, и с хвостом, который поднимался над ее спиною, как покрытый паршами вопросительный знак. Летом Турок ходил в поле, стерег коров, лаял на дорогах, на экипаже и на пешеходов, за что ему приходилось получать много ударов ногой и камнями. Его самой большой радостью было выпугнуть зайца из женива, на котором уже пробивался молодой клевер, и заяц бежал перед ним, а он гнался за этим зайцем через изгороди, канавы, ручейки и рвы, делая огромные прыжки, им часть, что есть духу, после чего он возвращался домой, запыхавшись, с поднимающимися боками, с высунутым языком, и весь в поту. Зимою, в то время, когда скотина лежала в оцепенении на своей теплой подстилке, Турок лежал в своей конуре. Это была старая бочка жалкого вида и без соломы, и он лежал в ней целый день, свернувшись в комок, или же подолгу чесался. Он питался ненаварным и вонючим супом, это было что-то вроде помоев с салом, и этот суп приносили ему утром в глиняной чашке с отбитыми краями, и всякий раз, как на двор входил какой-нибудь незнакомый ему человек, он бросался на него, делал прыжок во всю длину своей цепи, и рыча показывал свои зубы. Он сопровождал также своего хозяина на ярмарке, когда тому нужно было продать теленка или купить свинью. Он бывал с хозяином и тогда, когда тот останавливался в городских трактирах. Одним словом, он, как и все собаки, был послушным, верным и несчастным. Глава вторая. Однажды, это было поздно вечером, возвращаясь с одной из отдаленных ярмарок со своим хозяином, который остановился в деревянном кабаке, он потерял его. В то время, как его хозяин пил одну за другой рюмки, стоящие три су шесть сантимов, собака бродила вокруг кабака и с жадностью раскапывала кучи отбросов для того, чтобы отрыть кость или какое-нибудь другое такое же лакомство. Когда она вернулась в кабак, стыдясь того, что она убежала и ожидая, что ей за это достанется, она нашла тут только двоих полупьяных и совершенно незнакомых ей крестьян, которые выгнали ее пинками ноги. Турок ушел. Деревня стояла у перекрестка. К ней вело шесть дорог, по которой из них бежать. Казалось, что бедная собака была совершенно озадачена. Она насторожила уши для того, чтобы услыхать по ветру знакомые ей шаги, к которым она так привыкла, обнюхивая землю, как будто бы для того, чтобы открыть на ней еще свежий запах следов. Затем, слегка вздохнув два раза, она быстро побежала, но вскоре она остановилась в тревоге и вся дрожа. Теперь она пошла по стороне дороги осторожно, наклонив нос до самой земли. Она проходила только несколько метров по проселочным дорогам, выводящим на большую дорогу, поднимаясь на косогоры, обнюхивала пьяных, лежавших у рвов, затем поворачивала назад и возвращалась по своим прежним следам, осматривая всякую кучу деревьев, всякий куст хвороста. Наступала ночь, поля направо и налево от дороги утопали в фиолетовой тени, так как взошла и поднялась на безоблачном небе луна, тот турок сел на задние лапы, вытянув шею, и смотря прямо на небесное светило, он долго, долго выл, для того, чтобы его услыхал хозяин, которого он потерял, но кругом была глубокая тишина, На этот вой, на эти рыдания бедной собаки отвечали среди глубокой ночи только собаки на соседних фермах. Луна поднималась все выше, освещая землю своим ясным волшебным светом, и тень собаки протянулась на беловатой дороге. Глава третья. Господин Бернар, нотариус, вышел из дома на рассвете, намереваясь совершить свою обычную прогулку. Он был одет в пару из черного казимира, как и следовало нотариусу. Но так как это было в середине лета, то господин Бернар захотел скрасить свой мрачный костюм зонтиком из белого альпага. В маленьком городке все еще спали, только в немногих кабаках отпирали двери, да землекопы со своими лопатами на плече шли ленивым шагом на работу. — Как рано вы всегда встаете, масье Бернар, — сказал один из них, кланяясь с уважением. Бернар хотел ответить ему, потому что он был человек негордый. Но он увидел, что с другого конца променада идет к нему навстречу какая-то желтая собака, такая худая, такая понурая, до такой степени запачканная грязью и, по-видимому, такая усталая, что господин Бернар инстинктивно спрятался за чинар. — Собака эта была турок. Бедный, жалкий турок. — Ого! — подумал господин Бернар. — Это такая собака, о которой я не знаю. — Ого! — В маленьких городках жители знают всех собак точно так же, как все жители знают друг друга, и появление незнакомой собаки — это такое же важное и обеспокоивающее событие, как и появление незнакомого человека. — Собака прошла мимо фонтана, находящегося в центре променада, и не остановилась. — Ого! — подумал господин Бернар. — Это собака, которой я не знаю, не остановилась у фонтана. — Ого! — Эта собака бешеная, очевидно бешеная. Дрожа от страха, он запасся большим камнем. Собака бежала рысцой, вперед, с опущенной головой. — Ого! — воскликнул господин Бернар, который побледнел, как полотно. — Я вижу пену. — Ого! — На помощь ко мне! И стоя под защитой учинара, он запустил в собаку камнем. Но камень не попал в нее. Она посмотрела на нотариуса своими кроткими глазами, повернула назад и ушла. Глава четвертая Через минуту после этого все жители города были разбужены ужасной новостью. — Бешеная собака! В окнах показались лица, еще опухшие от сна, у дверей домов образовались кучки мужчин без сюртуков и женщин в кофточках и ночных чипцах, которые вели между собой оживленный разговор. Самые смелые вооружились вилами, кольями, застопами, серпами и граблями. Столяр размахивал своим рубанком, мясник — своим большим ножом. Башмачник — маленький горбатый человечек с циничной улыбкой, большой любитель романов, выходящих небольшими выпусками, предлагал ужасные и утонченные мучения. — Где же она, где же она? В то время как жители маленького городка приняли оборонительное положение, и их мужество все разгоралось, господин Бернар разбудил мэра и рассказал ему ужасную историю. — Она бросилась на меня, господин мэр, с пеной у морды! — Она чуть не укусила меня, господин мэр! — кричал Бернар, ощупывая у себя бедра, икры, живот. — Ого! Видал я на своем веку много бешеных собак, да, много бешеных собак, но, господин мэр, никогда я не видал такой бешеной, такой ужасной собаки! — Ого! — Мэр, с сознанием собственного достоинства, но также очень озадаченный, покачал головой и задумался. — Это опасно! — Очень опасно! — пробормотал он. — Но уверены ли вы, что эта собака действительно бешеная? — Да, действительно, бешеная, — воскликнул господин Бернар с негодованием, — если бы вы сами ее видели, если бы вы видели эту пену, эти налитые кровью глаза и эту ощетинившуюся шерсть, это была уже не собака, это был тигр! 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 Затем, приняв на себя торжественный тон, он посмотрел мэру прямо в глаза и сказал, растягивая слова. — Послушайте, господин мэр, здесь дело идет не о политике, здесь дело идет о безопасности жителей, о защите жителей, повторяю, о их безопасности. Если вы откажетесь от лежащей на вас ответственности, если вы сейчас же не примете энергичных мер, то вы скоро пожалеете об этом господин мэр, это говорю вам я, Бернар, нотариус. Бернар считался главою оппозиции, он был радикалом и противником мэра, а потому этот последний не стал долго раздумывать и послал за полевым сторожем. Турок, нашедший себе приют на площади, где никто не смел к нему подойти, спокойно лежал, растянувшись. Он грыз баранью кость, которую держал в своих положенных крест-накрест лапах. Полевой сторож, вооружившись ружьем, которое дал ему мэр, в сопровождении многочисленной свиты, подошел к собаке на расстоянии десяти шагов. Мэр, который смотрел на это зрелище с балкона ратуши вместе с господином Бернаром, не мог удержаться, чтобы не сказать этому господину «А ведь вот она ест!» Надо думать точно таким же тоном, каким произнес свою знаменитую фразу Галилей. «Да, она ест! Это ужасное, хитрое животное!» Отвечал господин Бернар, и, обращаясь к полевому сторожу, он отдал ему такое приказание. «Не подходи к ней близко, неосторожный!» Полевой сторож в кепе, на бекрень, в рубашке с засученными рукавами, с лицом, оживленным мужеством и нетерпением, зарядил свое ружье. «Не спеши!» Сказал один голос. «Смотри, не промахнись!» Сказал другой голос. «Цель си ей в голову!» «Нет, пониже плеча!» «Смирно!» Сказал полевой сторож, которому, наверное, мешала кепи, потому что он быстрым движением руки сбросил его с головы, и оно упало за ним прямо в пыль. И он прицелился в собаку, в эту бедную, эту жалкую собаку, которая, оставив свою кость, смотрела на толпу кротким и робким взглядом и, по-видимому, не понимала, чего хотели от нее все эти люди. Теперь шум затих, и наступила тишина, женщины заткнули себе уши, чтобы не слыхать выстрела, мужчины прищурили глаза, и все плотнее прижимались друг к другу. Этой толпою овладела мучительная тревога в ожидании чего-то необыкновенного и ужасного. Полевой сторож все прицеливался. Паф! Паф! И в то же время раздался болезненный, раздирающий душу и протяжный вой. Вой, который раздался по всему городу. Собака встала, она побежала, хромая на трех ногах, и оставляла после себя небольшие капли крови. И в то время, как собака бежала и бежала все дальше, изумленный сторож смотрел на свое ружье, озадаченная толпа смотрела на полевого сторожа, а мэр, разину в рот, смотрел на господина Бернара, который был в ужасе и негодовании. Глава шестая Турок бежал целый день, ужасно ковыляя на своих трех ногах, истекая кровью и останавливаясь по временам для того, чтобы зализывать свою рану, а затем, спотыкаясь опять, отправлялся в путь. Он бежал по дорогам, по полям, по деревням. Но везде уже была известна новость, наводившая ужас новость, что появилась бешеная собака, у нее мутные глаза, шерсть ощетинилась, из ее пасти течет смешанная с кровью пена. И вот деревни вооружились, на фермах везде видны косы, везде в нее швыряют камнями, бьют ее палкой, стреляют в нее из ружья. Теперь все ее тело представляет собой только одну большую рану, ужасную рану живого истерзанного тела, из которой кровь льется на пыльную дорогу, окрашивает в красный цвет траву и те ручейки, которые она переплывает. А она все бежит и бежит, натыкаясь на камни, на кочки, на кусты травы. Ее постоянно преследуют криками, кричат, что ее надо убить. К вечеру она прибегает на поле, засеянное рожью, к высокой и спелой ржи, золотистые колосья которой тихо качаются от ветра. Запыхавшись, с поднимающимися высоко боками, с одеревеневшими членами, она падает в изнеможении на цветущий мак, который служит ей постелью. И тут, в то время, когда куропатки, которые разбрелись в ржи в разные стороны, перекликаются одна с другою, в то время, когда трещит кузнечик, посреди шума засыпающей природы, она, не испустив ни одного стона, умирает, призывая души бедных собак, которые спят на блестящей и волшебной луне. Конец девятой секции Секция десятая сборника рассказов «Октава Мирбо». Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Агрономия Глава первая Господин Леша ждал меня на вокзале. — Ах, вот и вы, наконец! — воскрикнул он. — Я очень рад. — Вы видите, — сказал я, — что я сдержал свое слово. — Хвалю! Я люблю, когда держат свое слово. Идите сюда. А ваш билет? Давайте ваш билет. Ну, нам надо поскорее садиться в экипаж. Есть с вами багаж? Нет? Ну, тем лучше. Мы пройдем вот тут. Господин Леша, схватив меня за полу теплого пальто, заставил пробежать с ним через весь вокзал и притащил меня таким образом к своей коляске, которая стояла вместе с другими экипажами на небольшой площадке, обсаженной акацией. — Садитесь, садитесь, черт возьми! — закричал он мне. И, обратившись к кучеру, он сказал повелительным тоном. — Ну, поезжай ты только скорее! Ты знаешь, что если меня обгонит кто-нибудь из этих дураков, то я тебя прогоню. В замок! Скорее! Лошади били ногою землю от нетерпения. Они потанцевали с минуту на своих тонких ногах, наклонив голову, а затем экипаж покатился по дороге. Господин Леша, став на колени на сиденье и наклонившись над верхом, внимательно следил за другими экипажами, которые ехали за нами вереницей один за другим и представлялись небольшими облачками пыли. — Будь осторожен! — говорил он время от времени кучеру. — Будь осторожен, черт возьми! Но мы мчались во весь дух. Представлялось, что поля направо и налево бежали, сломя голову. Через несколько минут экипажи наших соперников казались уже не более как маленьким серым пятнышком на белой дороге, а потом исчезло и это самое серое пятнышко. Теперь господин Леша, успокоившись, сел и испустил вздох облегчения. — Я не хочу, чтобы меня обгоняли! — заявил он, кладя свою большую руку на мои колена. — Я не хочу. Понимаете вы это? — Черт возьми! — сказал я. — Как же не понимать этого? — Ох, да вы человек прямой. Браво! Я люблю прямых людей. Правда, что здесь есть два или три дворянчика, у которых нет двадцати тысяч годового дохода и которым хотелось бы соперничать с моими рысаками. Посмотри. Ты позволяешь? Да, посмотри на моих рысаков. Восемнадцать тысяч франков, дружище! Восемнадцать тысяч! Он опять повернул голову, но, не видя ничего на дороге, приказал кучеру ехать потише. Господин Леша очень сильно сжал мне колени. — Послушай, — заговорил он опять, — вот ты услышишь третьего дня. Тебе, может быть, неприятно, что я называю тебя ты? — Совсем нет, напротив. — Браво! Я люблю, когда говорят друг другу ты. — Третьего дня я ехал из Сен-Гобюрж лесом. Дорога там узкая, и по ней может проехать только один экипаж. И что же я вижу в сорока шагах перед собой герцога Даллафарте? — Это набитый дурак! Я терпеть не могу, чтобы меня кто-нибудь обгонял, а в особенности этот болван герцог Даллафарте. — Вот я и говорю кучеру. — Обгони его, черт возьми! — Нет места, — отвечает кучер. — Ну так задень экипаж и опрокинь герцога с его экипажем и лошадьми в ров. — Нет, вот ты посмеешься. Кучер погнал лошадей. Трах-тррах! Герцог отлетел в одну сторону, я в другую, а кучер на целых десять метров и попал в чащу. Вот какая кули месяца! Я не теряю присутствие духа, проворно поднимаюсь на ноги, распутываю лошадей, подымаю экипаж и еду вперед, в то время как у герцога лошади лежат копытами вверх. — О, как я отделываю этих твоих герцогов-то! Ну, что ты скажешь на это? — Чудесно. — Не правда ли? Да, так его и надо. У меня пятнадцать миллионов. Ну, герцог, что в нем есть? Может быть, всего каких-нибудь два несчастных миллиона. — А бараны? Нужно только видеть, как я давлю баранов. Я давил даже и детей, детей и людей бедных. Так что же из этого я плачу? И господин Леша потирал себе руки. — А если вы так ведете себя, то вы, должно быть, очень популярны в вашей местности? — спросил я у него. — Популярен ли я? Ты увидишь это на выборах, дружок. Знаешь ли ты, как меня прозвали? Прибавил он с гордым видом. Меня прозвали Леша-тигр. — Вот это шик, а? Леша-тигр. И в продолжение нескольких минут он, округлив глаза, раскрыв губы и ощетинив свои жидкие усы, старался изобразить из себя рассерженную кошку, что выходило очень смешно. А потом вдруг сказал мне. — Все, что ты видишь, направо, налево, перед тобой и за тобой, все эти поля, все эти дома, все эти луга и вон там все эти леса, все это принадлежит мне. И все-таки ты еще ничего не видишь. Мои владения в трех главных городах округа и в четырнадцати деревнях. У меня шестьсот семьдесят семь полей. Впрочем, ты увидишь все это на моем плане, в вестибюле моего замка. — Нужно употребить двадцать два часа для того, чтобы объехать мои владения. Двадцать два часа, потому что приходится делать крюк. Но ты увидишь все это на моем плане. Это грандиозно. Ты увидишь также пятьдесят семь моих коров, сто девяносто моих приморских быков. Ты увидишь мои птичники. — Наконец ты увидишь все. Ты не соскучишься. Он откинулся на подушке коляски, протянул ноги, скрестил на груди руки и с улыбкой, выражающей блаженство, смотрел на свои поля, свои луга, свои дома, которые проходили перед нами и как будто бежали за нами. Крестьяне, которые видели, как мы проезжали, поднимали голову, переставали работать и отвешивали низкий поклон, но господин Леша не обращал на них никакого внимания. — Вы никогда им не кланяетесь? — спросил я. — Этим-то людям? — отвечал он мне тоном, в котором слышалось презрение и пожимая плечами. — Послушайте, вот что они заставляют меня делать. Ударив по своей шляпе кулаком, он нахлобучил ее на голову и свирепо замяукал. Маленького роста, живой, очень некрасивой собой, с плутовскими глазами и выражающим низкие чувства ртом. Вот каков был из себя Теудул Анри Жозеф Леша, глава старинного торгового дома Леша и Ко. Выделанные и сыромятные кожи. Торгового дома, известного всей Западной Франции. Во время войны Леша пришла в голову гениальная мысль выделывать кожу из картона, тряпок и старых губок. И в результате получилось то, что около 1872 года он перестал заниматься своими заводами. Получив орден почетного легиона, нажив состояние в 15 миллионов, он купил имение «Вопердю» для того, чтобы всецело посвятить себя занятию агрономией, как говорил он сам с большой важностью. Имение «Вопердю» – это одно из самых лучших имений, какие только можно встретить в Нормандии. Кроме величественного замка, могущего служить образцом архитектуры XVI века, значительных запасов лесов, пастбищ и окружающий замок пахотной земли, оно заключает в себе 20 ферм, 5 мельниц, 2 больших леса и луга, и от всего этого получается чистого дохода 450 тысяч франков. Продав свои кожевенные заводы, господин Леша поселился в Вопердю с женой. Он женился на ней еще тогда, когда был простым рабочим, и теперь сильно раскаивался в этом. Жене Леша, точно так же, как и самому Леша, недоставало изящного вкуса, она не умела правильно писать и держать себя в обществе, и в своем шелковом платье и модной шляпе, которую она не умела надевать как следует, она осталась по-прежнему простой, честной, здравомыслящей крестьянкой. И когда господин Леша из владельца кожевенных заводов вдруг сделался дворянином-землевладельцем, то, хотя он и проповедовал крайние республиканские убеждения, но он очень стыдился того, что его жена из низшего сословия. Его раздражало то, что в ней были слишком заметны ее простонародное происхождение и ее прошлое. Если в какой-нибудь местности человек получает с имения четыреста пятьдесят тысяч годового дохода, то он непременно сделается известным всем и каждому. Леша был самым известным человеком по всей округе, так как он был самым богатым, и не проходило ни одной минуты без того, чтобы о нем не говорили на десять лье в окружности. Говорили «богат» как Леша. Имя Леша служило термином для сравнения, постоянной мерой для обозначения колоссальных состояний. Леша затмил собою славу Креза и заменил маркиза Карабаса. Но при всем том, его не любили, и, несмотря на то, что деревенские жители раболепно кланялись ему, все смеялись над ним за спиною, потому что он был груб, сварлив, своенравен, хвостун и очень горд, несмотря на свое радушие и добродушные манеры, которыми он не мог никого обмануть. Если он делал добро, то делал это с шумом и неловко, что отвращало от него благодарность. И его благотворительность, при которой он был не в состоянии замаскировать своего ужасного эгоизма выскочки, вместо того, чтобы внести в душу бедных людей умиротворение, возбуждала в них ненависть, так как она постоянно оскорбляла их в их жалком положении. Впрочем, он три раза являлся на выборы, и, несмотря на то, что безумно сорил деньгами, он из двадцати пяти тысяч голосов мог получить только триста. Вот что я мог узнать о господине Леша, имя которого беспрестанно упоминалось во всех разговорах в этой местности. Как-то раз я случайно встретился с ним. В этот день господин Леша не покидал меня и засыпал меня своими вульгарными любезностями. Он непременно хотел, чтобы я приехал к нему в Апрудью, ему очень хотелось показать мне свое сельское хозяйство, и так как я отказывался, говоря, что я нелюдим, домосед, исцелался на свои занятия, то он сказал мне, похлопывая меня по плечу, «Та-та-та, я вижу, в чем дело. Вы не можете отплатить мне за мое гостеприимство, не правда ли? Ведь это и стесняет вас. Ну так вы заплатите мне за это тем, что будете говорить обо мне в газетах». Такая деликатность со стороны господина Леша победила меня. Коляска ехала по великолепной вязовой аллее, на конце которой замок в Аппердью, освещенный солнцем, выставлял на показ свои наклонные крыши с историческими гребнями и свой красивый фасад из белого камня с розовыми украшениями. «Ну, вот мы и приехали, дружище!» — воскликнул господин Леша. «Ну что ты скажешь? Каков у меня вид?» Конец десятой секции. Секция одиннадцатая сборника рассказов «Октава Мирбо». Эта запись сделана для проекта «Либривокса» является общественным достоянием. Агрономия. Глава вторая. Какой-то старик с седой бородой, согнутый, кашляющий, который ходил взад и вперед по крыльцу, заложив за спину руки, бросился к нам навстречу. Он почтительно помог господину Леша выйти из экипажа. «Ну, дедушка Фонтенель, ходил ли ты за ветеринаром для коровы?» «Да, господин Леша. Прежде всего, сними шляпу. Где это видано, чтобы слуги говорили с господами в шляпе?» «Хорошо. Ну и что же сказал ветеринар?» «Он сказал, что корову нужно зарезать, господин Леша». «Он дурак твой, ветеринар, зарезать такую корову, которая стоит пятьсот франков. Ты сделаешь мне удовольствие, дедушка Фонтенель, и отведешь корову сам, ты понимаешь, сам, к Костоправу в Сен-Мишель, и сделаешь это сейчас же. Ну, проворней, ваше сиятельство». Старик поклонился и пошел, но Леша вернул его назад, крикнув ему «Пссс», так как кличут собак. «Я позволяю тебе, — сказал он, — надеть на голову твою шляпу и даже твою корону, если ты не продал ее, со всем остальным. Теперь отчаливай». И, повернувшись ко мне, этот шут Леша объяснил мне, что старик был у него управляющим, что его настоящее имя было граф де ла Фонтенель, что он приютил его у себя, разорившегося, без всяких средств, для того, чтобы спасти его от нищеты. «Да, дружище», — так закончил он свой рассказ, «это дворянин, граф. Вот как я третирую их, ваших графов-то. У меня с дворянством не церемонится. Разве не по моей милости живет на свете этот вельможа, а? Ну, войдем». Вестибюль был огромный. Громадная лестница, украшенная перилами из старого дуба, вела в верхние этажи. В отворенные двери видны были целые анфилады комнат, где стояла неизвестно, чем обитая мебель, которая была покрыта чехлами, а люстры были завернуты в металлический газ. Напротив входной двери занимал целую стену план имения. Огромная карта, раскрашенная яркими красками. «Послушай», — сказал мне Леша, «вот мой план. Ты видишь на нем мои поля, мои леса, так как будто бы ты гулял по ним. Эти красные четвероугольники — это двадцать моих ферм. Развлекись этим, посмотри план. А я пойду скажу жене, что приехал гость. Ты знаешь, я тебя не стесняю. Смотри, все. Хочешь снять шляпу, чтобы она тебе не мешала? Налево, вон там, вешалка, не стесняйся. Ты не подумай, что у меня такая жена, как парижские дамы. Предупреждаю тебя, что она крестьянка и не знает приличий. А как она мне вредит? Нет, как она мне вредит, это ужасно. Да, оно так, это так и есть. Ты видишь, вот это черное, это мой винокуренный завод. Не хочешь ли сесть? Не стесняйся. Вокруг меня было немного мебели, только большие шкафы красного дерева, столы, плетеные кресла, скамейки, обитые кожей, и несколько картин, изображающих охоту. Но на шкафах, на столах и над картинами везде чучело птиц в драматических позах и с медными дощечками на шее, на которых вырезаны надписи вроде следующей. Королевская цапля, убитая господином Теодолом Леша, владельцем имения Вопер-Дю на его лугу Вальдио 25 сентября 1880 года. Я увидел также в мраморной жердиньерке, находившейся внизу большого зеркала, деревянные башмаки, туфли, резиновые калоши и множество набросанных, как ни попало, странных и ужасных вещей. Леша очень скоро вернулся назад в сопровождении своей жены. Это была маленькая, толстенькая и улыбающаяся особа, которая скорее катилась, чем шла. В ее глазах были написаны проницательность и откровенность. На ней был надет огромный чипец, над которым возвышался целый пук цветов и широкие бриды, которого хлопали у нее по плечам точно крылья. Мадам Леша сделала два реверанса и сказала мне немного охрипшим голосом. — Это очень любезно с вашей стороны, мосья, очень любезно, что вы приехали к Леша. Он, должно быть, насказал вам с три короба, но право, не надо обращать внимание на то, что он говорит. Нигде не найдешь такого хвостуна и такого шутника, как он. Это очень вредит ему в глазах тех, кто его не знает, но на самом деле он совсем не такой дурной человек, каким он кажется. Это у него страсть говорить все шиворот на выворот. «Господи, он не знает, что бы только ему выдумать. Когда ему придет такая охота, то он все говорит, не переставая». Леша покачивал головой, пожимал плечами и смотрел на меня, подмигивая глазом, вероятно, желая убедить меня не слушать той чепухи, которую несла его жена. «У вас, сказал я мадам Леша для того, чтобы отклонить разговор в другую сторону, у вас великолепное имение». Мадам Леша вздохнула. «А оно слишком велико, видите ли, я никак не могу приучиться жить в таких больших зданиях. Тут заблудишься, а потом это обходится, так дорого. Да, Леша хотел во что бы то ни стало сам обрабатывать землю. Он не хочет делать так, как другие. И вот у нас каждый день новые выдумки, паровые машины, опыты. Мало того, что на это уходит много денег, я хорошо знаю, что рож не продается, никто ее не покупает и нет никакой прибыли сжать ее. Но вот Леша вдруг выдумал посеять тут рис. Он сказал сам себе, рис хорошо растет в Китае, отчего же он не вырастет и у меня. Разумеется, он не вырос. Да и совсем другим такая же история. Вошел лакей. Ну, парень, готов ли завтрак? спросила она. И сейчас же, повернувшись ко мне, она спросила у меня. Вы, должно быть, проголодались, потому что вы все утро были в дороге. Ах, Господи, у нас вы позавтракаете, чем Бог послал. Не взыщите. Если люди и богаты, то это не резон для того, чтобы есть одни только трюфели и тратить много денег на стол. Пойдемте завтракать. Послушай, лиша, этот господин, наверное, пьет сидр. Конечно, он пьет сидр, подтвердил решительным тоном лиша, который потащил меня в столовую, повторяя мне шепотом на ухо. Не обращайте внимания на хозяйку, она не знает светских приличий. Ах, как она мне вредит! Завтрак был отвратительный. Он состоял из остатков старого кушанья, очень странно приправленных. Я обратил особенное внимание на блюдо, составленное из маленьких кусочков когда-то жареной говядины, телятины, которую подавали раньше с белым соусом, цыпленка из фрикассе, которые подавали бог знает за сколько дней перед этим. Все это плавало в жидком щавельном соусе, и блюдо это показалось мне самым новомодным винегретом. Пять или шесть винных бутылок, почти пустых, стояли в ряд на столе перед лиша, который время от времени сливал остатки из них в мой стакан, заявляя при этом всякий раз, что он раскупоривал хорошее вино только по воскресеньям, а в будни только тогда, когда у него бывали званые обеды. Озадаченный тем, что я видел и слышал в продолжении целого часа, я, по правде сказать, не знал, как держать себя в присутствии этих двух жалких существ, которые, благодаря тревожащей ум иронии жизни, потеряли разум от миллионов. Мною овладевала глубокая грусть, и в то же время мне становилось тошно от зловония этого богатства, приносящего только вред и соединенного со скряжничеством. К этому присоединилось еще горькое сознание бессилия человеческого правосудия, сознание бессилия прогресса и социальных революций, которые привели только к Леша и к его пятнадцати миллионам. Итак, только для того, чтобы дать возможность Леша валяться как свинье в награбленном им золоте, в этом нечистом золоте, люди сеяли на все четыре ветра в продолжение веков семена идей, и кровавая роса падала с вышины возводимых народом эшафотов на старую, истощенную и бесплодную почву. И мне казалось, что я вижу в открытое венецианское окно столовой, которое служило как бы рамой для картины, для отлогих склонов, волнообразных лужаек и для высоких густых лесов, принявших синеватый оттенок. Мне казалось, что я вижу, как со всех сторон горизонта тянутся одни за другими ряды проклятых нищих и обездоленных судьбою людей, которые подходят и разбивают себе члены и череп о стены замка вопердю. Я молчал все время. Я не находил ничего, что мог бы сказать. Вдруг Леша воскликнул. Когда я буду депутатом? Да, когда я буду депутатом. Он докончил свою мысль тем, что начал вертеть над головой свою вилку. Жена смотрела на него с сожалением и несколько раз пожала плечами. Когда ты будешь депутатом, повторила она, депутатом, это ты-то, а, да, депутатом, ты слишком глуп для этого. Затем она обратилась ко мне, призывая меня в свидетели. Я спрошу у вас, месье, ну, можно ли со здравым смыслом говорить подобные вещи? Вот он, как вы его видите, баллотировался три раза, и все три раза он не мог собрать больше трехсот голосов. Мне было бы стыдно на его месте, право, так. Но знаете ли вы, во что обошлись нам эти триста голосов в шестьсот тысяч франков, месье? Это так же верно, как и то, что эта бутылка стоит здесь. О, да, я подошла, уверяю вас, шестьсот тысяч франков, ни одним су, ни меньше. Это значит, что на каждый голос приходится две тысячи франков, и он еще говорит, что будет опять баллотироваться. Послушайте, вы не можете себе представить, что он выдумал сделать на последнем празднике четырнадцатого июля. Это было, как он говорит, манифестацией. Ну, так вот, он велел выкрасить в три цвета стволы всех деревьев в аллее. Леша улыбался. Он потирал себе руки и, по-видимому, радовался тому, что упоминали об одном из его подвигов, об одной из тех высоких идей, которые иногда выходили у него из головы. Он смотрел на меня, ожидая увидеть в моих глазах одобрение, восторг. О, ловко, а? спрашивал он меня. Но разве женщины понимают что-нибудь в том, как надо вести народ? Выслушай меня, дружище, на этот раз меня выберут депутатом, и это не будет мне стоить ни сантима. У меня есть план борьбы, ты узнаешь мой план. Я выставляю себя агрономом социалистом. Я кандидат радикальной агрономии. Не нужно больше армии, не нужно больше судов, не нужно больше сборщиков податей. Я уничтожаю все это. Не будет больше бедных, все будут собственниками. Ты узнаешь мой план позже, во время выборов. Нет, но как это щелкнет по носу всех кюре? Ах, я и забыл, ведь не будет больше их кюре, ведь это кюре помешали мне пройти, потому что я вольнодумец и не причащаюсь. Ах, они попляшут от моего плана борьбы, эти самозброды. При этих словах мадам Леша вспылила и закричала. Замолчи, я запрещаю тебе называть так священников и отзываться так дурно о религии при мне, ты слышишь? Господи, с ним да это хуже, чем с детьми. Не подумайте, что он безбожник, месье, но когда он с гостями, то он никогда не может не похвастаться. Да ведь чуть и где у него кольнет, он так и думает, что ему пришел конец и немедленнее минуты посылает за священником. Если бы только слушать его, бедняжку, то Кюре не выходил бы от нас, то и дело причащал его, право, так. Леша, чтобы скрыть смущение, которое он чувствовал при упреках своей жены, барабанил пальцами по краю своей тарелки и, глядя на потолок, следил за полетом мухи, насвистывая небрежно какую-то арию. Затем он кашлянул и сразу переменил разговор. «Жаль, сказал он мне, жаль, что ты не приехал в замок две недели тому назад. Я танцевал кан-кан, и вот ты увидел бы, умею ли я танцевать кан-кан, как в Париже, дружище!» И, ерзая на своем стуле, он выставил вперед руки и делал ими какие-то смешные движения. «Ах, похвастайся, похвастайся еще и этим», сказала со вздохом мадам Лиша, «потому что это от тебя по милости твоего кан-кана у нас нет рубашек. Посудите сами, мосье, мы каждый месяц принимаем гостей из города. Это все очень любезные господа и их дамы тоже, в особенности господин Гатинель, скупщик закладных, большой весельчак. Это правда, что он умеет посмешить компанию. Представьте себе, что он играет на рояле ногами, носом, всем чем угодно, и играет очень хорошо. Он всегда смешит меня, этот господин Гатинель, а потом все, что он говорит, это так смешно. Так вот две недели тому назад этот господин приехал к нам со своими дамами. После обеда они стали танцевать, и я право не знаю, что пришло им в голову, было очень жарко, если вы помните, и господи, боже мой, как они вспотели, вот как они вспотели. Впрочем, мы отворили все окна, но в воздухе чувствовалось, что будет сильная гроза, а потом, когда люди так бесятся, было очень весело, а когда бывает весело, то время проходит скоро, не правда ли, и обо всем позабываешь. Мы забыли, в каком часу отходил поезд. Я подумала, господи, придется оставить их всех ночевать, а это немалая забота. Хоть у нас и много комнат, но часто не достает постельного белья, а нужно было постельное белье на шестнадцать человек, ведь от этого можно совсем потерять голову. Тем хуже. Наконец, мы кое-как разместили их, но только представьте себе, ведь дело этим не кончилось. Всем этим гостям нужно было дать также и рубашки, потому что их собственные рубашки были такие мокрые, такие мокрые, что хоть выжимай. Лиша дал свои рубашки мужчинам, а я дала свои дамам, а потом я велела сушить их собственные рубашки в печи. Я так думала, что они могут надеть их на другой день. На другой день рубашки, разумеется, были сухие, но если бы вы только видели, они были грязные пригрязные, все смятые, настоящие тряпки. Надеть их было невозможно, никак невозможно. И тогда Лиша снова дал свои денные рубашки мужчинам. Все они уехали очень довольные. Так вот, месье, после этого прошло уже две недели, а они все не присылают назад наших рубашек. Вы можете сказать все, что вам угодно, но я нахожу это неделикатным, хотя у нас и много белья, но ведь шестнадцать рубашек, это целое приданное. Завтрак был кончен, мы встали из-за стола, и Лиша, взяв меня под руку, потащил очень скоро за собою, говоря, что хочет показать мне свое сельское хозяйство, и мы отправились. Отделавшись от своей жены, Лиша снова сделался веселым, оживленным, словоохотливым, и хвастался еще больше, чем прежде. Он умолял меня не верить ни одному слову из того, что она рассказывала за завтраком, и клялся честью, что он был вольнодумцем, что он не верил ни в Бога, ни в черта, и что, хотя он был социалистом, но, в сущности, презирал народ. Он также сказал мне по секрету, что в городе у него была любовница, на которую он тратил много денег, и что все красивые девушки в деревне были от него без ума. — Ах, бедная жена, — сказал он в заключении, — как я ее обманываю, как я всех их обманываю! Мы побывали на скотном дворе, в конюшнях, на птичьем дворе. Он не пропустил ни одной коровы, ни одной курицы, называл кличку каждого животного, говорил, сколько оно стоит, и перечислял главные его качества. Когда мы шли с ним по парку, то он соблаговолил сообщить мне, что у него было двенадцать тысяч высоких дубов, тридцать шесть тысяч елей, двадцать пять тысяч девятьсот семьдесят два бука. Что касается дакаштанов, то у него их было так много, что он не мог сказать с точностью их числа. Затем мы вышли в поле. Перед нами расстилалась обширная равнина, без всякой растительности. На ней не было ни травинки, ни деревца. Гладкая, как дорога земля была тщательно взбаранована и укатана катком. Пролетавший над ней ветер поднимал целые облака пыли, которые кружились спиралями светло-желтого цвета и при свете солнца казались растрепанными. Я удивлялся тому, что не вижу пред собою в половине августа поле, засеянного рожью или клевером. Это мои запасные земли, сказал мне Леша. Я сейчас объясню тебе, что это значит. Ты понимаешь, ведь я не землепашец, я агроном. Хорошо ли ты понимаешь, в чем тут разница? Это значит, что я обрабатываю землю как человек интеллигентный, мыслитель, экономист, а не так, как крестьянин. И вот я видел, что все сеют рожь, ячмень, овес, свеклу. Но какая может быть в этом заслуга? И в сущности, говоря между нами, к чему все это служит? А потом рожь, свекла, ячмень, овес, все это так старо, так избито. Нужно что-нибудь другое. Все идет вперед. И почему же только ради того, что все отстали, я Леша, владелец вопердю, с пятнадцатимиллионным состоянием, агроном, социалист, должен быть также отсталым человеком. Нужно быть человеком своего века, черт возьми. И вот я избрал новый способ культуры. Я сею рис, чай, кофе, сахарный тростник. Какой переворот? Но ты должен отдать себе ясный отчет во всех последствиях этого. Ты как будто не понимаешь? Я при своей системе совершенно уничтожаю колонии и в то же время уничтожаю и войну. Это тебя озадачило? А, ты никогда не думал об этом. Теперь уж не нужно будет ехать на край света за этими продуктами. Теперь их можно будет получить у меня. Во ПЕРДЮ, вот где настоящие колонии. Это Индия, это Китай, Африка, Танкин. Только признаюсь тебе, все это еще не выходит из земли. Нет. Мне говорят, климат не годится. Вот вздор какой! Климат тут ничего не значит. Удобрение, вот в чем все дело. Мне нужно удобрение, и я ищу его. У меня есть химик, для которого я выстроил вон там, за лесом, павильон и лабораторию. Это он ищет уже три года, он еще не нашел, но найдет. Так вот то, что ты видишь там, это рис, все это рис. А я думаю, вот что, птицам надоело рожь, которую они клюют так давно, они набросились на рис и не оставили ни одного зернышка, вот что я думаю. А потому я велю истреблять всех. Ты можешь смотреть сколько угодно, во всем моем имении нет ни одной птицы. Я употребил хитрость, я плачу два су за каждого убитого воробья, три су за лесную канарейку, пять су за малиновку, десять су за соловья, пятнадцать су за щегленка. Весною я даю двадцать су за гнезда с яйцами, их приносят мне из окрестностей дальше, чем за десять лья. Если это распространится, то через несколько лет я уничтожу всех птиц во Франции. Пойдем, я покажу тебе очень любопытную вещь. И, вертя своей тростью в воздухе, он зашагал по рисовому полю, останавливаясь по временам для того, чтобы сорвать травку, и, рассмотрев ее, бросал, говоря, нет, это парей. Через час ходьбы по пыльной и горячей земле мы дошли до обширного зеленого поля, которое от самого края большой дороги поднималось от логим склоном до опушки леса, и я, подобно действующим лицам в классических трагедиях, остановился в остолбенении. На светлом фоне люцерны выделялся клевер темно-фиолетового цвета, причем ясно вырисовывались все буквы, которые составляют имя Теодул Леша. На этой зеленой скатерти не только можно было прочесть это имя, но оно оказалось живым. От ветра, который качал верхушки травы, она переливалась как волны, иногда увеличивая буквы имени, а иногда суживая их, смотря по своему направлению и силе. Леша, который так и сиял, смотрел на свое имя. Оно трепетало, танцевало и бегало, и на этом море яркой зелени виднелись кое-где точно звезды цветы мака. Он наслаждался тем, что смотрел на это волшебное имя, раскинувшееся под небом, выставленное на показ прохожим, которые, конечно, останавливались перед этим именем, читали его и произносили с каким-то таинственным страхом. Он шептал в восхищении, произнося отдельно каждый слог. Теодул Леша, Теодул Леша, с лицом сияющим торжествующей радостью он обратился ко мне. Хороша выдумка, а? Представь себе, что я выписал знаменитого садовника из Парижа для того, чтобы засеять это поле, потому что, ты, конечно, понимаешь, здесь никто не был способен на такой фокус. Не правда ли ведь лестно видеть свое имя, написанное таким образом? Увидя это имя, всякий сейчас подумает, это, наверное, не какой-нибудь выскочка. А потом, если бы все подписывали таким образом свои поля, то не было бы споров о праве собственности, не правда ли? А, у меня есть и другие, еще более грандиозные идеи. Пойдем вот здесь. Мы прошли мимо поля засеянного люцерной и вошли в лес через молодняк каштанов, и когда мы дошли до широкой аллеи, выровненной граблями, точно аллея в парке, мы увидели, что идет какая-то бедная женщина, у которой сгибалась спина под тяжестью связки хвороста. За ней шли двое маленьких детей в лохмотьях и босоногие. Лиша весь побагровел, в его глазах блеснуло пламя гнева, и, подняв свою трость, он кинулся на бедную женщину. «Нищая воровка!» кричал он. «Что ты тут делаешь у меня? Я не хочу, чтобы у меня в лесу собирали хворост! Я не хочу этого, негодная бродяга! Ну, бросай мой хворост! Что ж ты не бросаешь мой хворост, когда я приказываю?» Он схватил связку за ивовый пруд, которым она была связана, и так сильно потряс ее, что женщина вместе со связкой покатилась по дороге. «Кто позволил тебе ходить по моим аллеям твоими грязными ногами?» «Говори!» «Ты, может быть, думаешь, что это для тебя я велел выровнять их граблями, эти мои аллеи, старая воровка? Что ж ты мне не отвечаешь, когда я говорю с тобой?» Женщина, которая все еще лежала на земле, стонала. «Добрый господин, я не сделала вам никакого вреда, мы всегда подбирали хворост, и никто из человеколюбия ничего не говорил нам, мы такие несчастные». «Никто тебе ничего не говорил», отвечал на это свирепый землевладелец, размахивая своей тростью, «Разве я?» «Никто я-то?» «Я господин Леша, ты слышишь?» «Господин Леша, которому принадлежит вопердю, вот тебе воровка, вот тебе нищая». Трость поднималась и опускалась на старуху, подбиравшую хворост. Она плакала, билась, звала на помощь, между тем, как напуганные маленькие дети испускали раздирающие душу крики и слышно было, как эта бедняжка, стоная и рыдая, кричала, «Ай-ай, вы не имеете права бить меня, злой человек! Я буду жаловаться на вас, мировому судья! Я скажу жандармам!» При слове «жандармам» Леша сразу остановился. В его налитых кровью глазах вдруг показался испуг и его побагровевшее лицо сейчас же побледнело. Он вынул из своего портмоне золотую монету и почти с умоляющим видом всунул ее в руку старухе. «Вот тебе двадцать франков, бедная женщина!» Сказал он ей. «Ты видишь, это двадцать франков! Ха-ха! Ведь это хорошие деньги, двадцать франков, а? А потом знаешь ли, ты можешь собирать хворост сколько хочешь, ведь ты видела, скажи, это двадцать франков. Когда ты их истратишь, то опять приходи ко мне за деньгами. Ну, до свидания!» Мы вернулись в замок молча. Приближался час отъезда, когда я садился в экипаж, то Леша сказал мне, «Ты видел старуху в лесу? Да, ну так ее муж, это еще голос за меня на выборах. Что ж ты хочешь? В настоящее время нужно подкупать народ». И, засмеявшись злым смехом, так что были видны все его зубы, он прибавил, «И бить его!» конец одиннадцатой секции. Секция двенадцатая сборника рассказов «Октава Мирбо». Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Покойница крестьянин Паувре вылез из своей тележки у лавки своего зятя Пьера Гаслена, привязал свою лошадь к большому железному кольцу, приделанному у края тротуара, и, попробовав раза три крепок ли узел повода, он вошел в мясную лавку, пощелкивая своим кнутом. «Есть тут кто-нибудь?» закричал он. Собака, которая спала, протянувшись во всю длину и загораживая собою порог, поднялась, заворчала и опять улеглась подальше. В лавке не было ни души, а так как это пришлось в четверг, то на полках почти не было говядины, на отрубке лежала четверть туши быка, почти черная и покрытая жужжащими мухами, на одном из подвижных крюков, спускавшихся с потолка, висело рассеченное посредине телячье сердце, в одном из углов на дне медной лохании лежали кости с кровью и куски желтоватого жира, все это начинало уже портиться и распространяло отвратительный запах мертвичины, от которого делается тошно в больницах и моргах. «Есть тут кто-нибудь?» повторил Пуавре. «Эй, Гаслен, где ты?» Гаслен вышел из кафе Гадо, находившегося как раз напротив мясной лавки по другую сторону улицы. Он обтер себе рот рукой, закурил погасшую трубку и прибежал, говоря «Вот я, вот я». Он был без шляпы, с румяным, толстым и свежим лицом, с засученными до локтей рукавами рубашки, его белый полотняный фартук, запачканный красными пятнами, закрывал его всего, начиная от голубого фуляра, завязанного очень слабо на шее, до деревянных башмаков, надетых на босые ноги. Его нож, висевший на стальной цепочке, болтался у его левой ноги, он подошел к своему тестю и протянул ему руку. «Как ваше здоровье?» «Я здоров, зятюшка, совсем здоров». «Что, дать овса вашей лошади?» «Да нет, черт возьми, она напилась и наелась нынче утром. Я приехал с шесанской ярмарки, зятюшка». «Ну что ж, хороша была ярмарка». Пуавре покачал головой и отвечал только «Так себе, так себе, не так, чтобы очень хороша, да и не дурна, цены еще держатся». А потом переменив тон. «Ну что же, когда я приехал в Монсанье, то маленький мальчик Август сказал мне о несчастье». «Да, да». «Так вот я не распрягал, я только дал четыре литра овса моей лошади, вот я и приехал». «Вы, может быть, выпьете?» «Да и не откажусь, у меня в глотке так сухо, как в печи». «Так это правда, это не обман, что твоя жена умерла». Мясник взял свою трубку и выбил из нее пепел о каблук своего деревянного башмака. «Она действительно умерла нынче ночью в два часа, ну, может быть, и в половине третьего, около этого времени, да». «Нынче ночью», сказал Пуавре, покачивая головой. «Вот, вот, вот, скажи, пожалуйста, что же это такое с ней сделалось? какая-нибудь тяжкая болезнь? Удар?» Гаслин объяснил, «Нет, это был совсем не удар Пуавре, нет, совсем не удар. Она умерла от живота, живот у нее все раздувался, раздувался, она кричала, кричала, о, господи, как она кричала, а потом она умерла, вот, как она умерла, но я никак не могу выбить у себя из головы одной вещи». «Какой, зятюшка?» «Ну, вот, какой, недели две тому назад, а, может, двенадцать дней, может быть, больше, может быть, и меньше. Ваша дочь сказала мне, я знаю, что, кажется, она назвала меня свиньей, пьяницей, потому что мы кутились с парнем Баку и с парнем Моте. Тогда я сказал ей, чтобы она оставила меня в покое, ну, ласково, без сердца, по-дружески, да, но вот она начала еще больше надоедать мне своими глупостями, стала говорить и то, и другое, вот тогда я дал ей плюху, а потом ударил ногой в живот. Ну, вы, конечно, понимаете, Пуавре, что это только так, для шутки, без злобы, я не хотел сделать ей вреда. Потом мы помирились, на другой день она стала жаловаться и говорила, я не знаю, что такое у меня в животе, у меня, наверное, что-нибудь, да, есть в животе какой-то зверь, большой зверь, который грызет меня, но их не мешало ей приходить, уходить, отпускать товар покупателям. На третьего дня ее прихватило сильнее, она слегла в постель, она начала пухнуть, и вот как она кричала, наконец она умерла. Черт возьми, я никогда бы не подумал, что если ударить женщину ногой в живот, так, просто, для шутки, не в сердцах, то она может умереть от этого. Пуавре почесал у себя в затылке и повторил в раздумье, вот-вот-вот, скажите, пожалуйста, и он прибавил с огорченным видом, но при котором заметна была в то же время и покорность судьбе. Но ведь это от нас, это все равно как ее мать, моя покойная жена, она умерла в самое короткое время, на нее упало дерево, ты знаешь, это проклятое большое ореховое дерево на ферме. «Да-да», сказал со вздохом Гаслен, «Вы, может быть, захотите посмотреть на вашу дочь? Она там, наверху, Пуавре». Пуавре отвечал, «Конечно, зятюшка, пойдем посмотрим на нее». Они оба прошли через комнату за лавкой, поднялись по темной лестнице и остановились у приотворенной двери. «Тесть», сказал зятю, «входи вперед, ты». «Нет, вы, Пуавре». «Нет, зятюшка, нет, входи, ты». И они вошли в комнату на цыпочках. Пуавре снял с головы картуз с видом глубокого уважения и начал вертеть его в руках. Его маленькие глазки округлились, сделались огромными. Его губы закрывали его рот, образуя две выдающиеся вперед складки, что придавало его лицу какое-то странное выражение комического испуга и сдерживаемого волнения. Он осмотрел всю комнату. На постели лежала женщина с запрокинутым, страшно вытянувшимся и побледневшим лицом, с неподвижным телом, покрытым простынёю, из-под которой торчали выдающиеся его части, принявшие форму трупа. В её сложенных крест-накрест на груди руках было распятие, у постели стояла какая-то старуха, которая молилась, а около старухи на покрытом белой скатертью столе горели две свечи, стоявшие по обе стороны другого распятия побольше и освещавшие его тусклым светом. Кропила, сделанная из тоненьких берёзовых веточек, была опущена в глиняный горшок красноватого цвета, наполненный святой водой. Фуавре перекрестился и подошёл к постели. Несколько минут он пристально смотрел на свою дочь и не раз делал попытки наклониться к ней, как будто бы он хотел её поцеловать, а потом сразу опять выпрямлялся, потому что им овладевал какой-то страх, которого он не мог объяснить. Наконец он положил свою большую руку с шишковатыми пальцами на руку покойницы и сейчас же отдёрнул её, сделав какую-то болезненную гримасу, как человек, который обжёгся о горячее железо. Он опять подошёл к своему зятю, который стоял посредине комнаты и не пошёл дальше и сказал ему шёпотом «Ну, конечно, она умерла, она холодная, господи, какая она холодная». Они опять сошли вниз по лестнице, чувствуя какую-то неловкость, отвращение и невольное смущение при виде смерти, великой тайны, которой они не понимали. «Господи, какая она холодная!» повторил Пуавре, сопровождая этим восклицанием глухой стук, который производили его деревянные башмаки на ступенях лестницы, на что Гаслен отвечал «И жёлтая! И жёлтая!» Придя в лавку, они посмотрели друг на друга. «Вы, может быть, выпьете стаканчик, чтобы подкрепиться?» спросил зять. Тесть поблагодарил с удовольствием, с удовольствием, и подумать, что всего каких-нибудь пять дней назад она была совершенно здорова, вот-вот-вот-вот. Скажите, пожалуйста... Они неспеша перешли через улицу и Пуавре всё бормотал «Какая она холодная!» А Гаслен отвечал на это «И жёлтая! Пуавре! Не правда ли?» В кафе, сев за стол, на котором стояла бутылка вина, они первое время молчали, Пуавре наполнил стаканы. «За твоё здоровье!» сказал он. «За ваши Пуавре! отвечал Гаслен. Потом они долго говорили о ценах на мясо, о качествах пастбищ, о шоссонской ярмарке. Пуавре жаловался на то, что теперь уж нельзя было продать быков за такую цену, как прежде. Если бы не было испанцев и армирканцев, которые покупают у нас скотину, что бы стали бы мы делать? когда они, выпив две бутылки вина и совершенно развеселившись, встали из-за стола, то Пуавре сказал Гаслену. «Все-таки мы не уговорились с тобой, зяшечка, когда ж мы будем ее хоронить?» «Ну, вот это то и трудно решить. Завтра у нас пятница, я режу скотину». Тесть поддакнул. «Ну, да, ну, да. Ведь я не могу хоронить ее завтра». «Ну, конечно, нет, конечно, нет». «А в субботу рынок?» «Да, ну, да». «Ведь нельзя же оставить говядину, а то она испортится». «Конечно, нельзя, конечно». «Это очень трудно решить Пуавре». Затем последовала пауза, продолжавшаяся несколько минут. Пуавре задумался. Наконец он сказал конфиденциальным тоном. «Вот что я тебе скажу, покойница совсем испортится». «Испортится, конечно». «А во что обратится твоя говядина?» «Ну, да, ну, да, ну, что сделать, Пуавре, скажите, что делать?» Пуавре с очень серьезным видом подумал еще, держась рукой за подбородок, а потом сказал, поводя рукою, «А что, не распить ли нам еще бутылочку?» конец конец двенадцатой секции. Секция тринадцатая сборника рассказов «Октава Мирбо». Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. История моей лампы. Так как дни становятся гораздо короче, а вечера продолжительнее, то моя служанка объяснила мне, что нужна лампа, потому что у меня нет ничего для освещения, кроме медных подсвечников. Я побежал в соседнее местечко для того, чтобы купить себе лампу, и зашел в магазин к Альбарету, который торгует всевозможными товарами. Это прекрасный магазин, который он сам выкрасил голубой краской и сам украсил изображением славы на фронтоне. Она зеленоватого цвета, и из ее трубы, переделанной ради поэзии в рок изобилия, сыплется много вещей, из которых одна страннее другой. Впрочем, что не пришлось бы покупать, эту вещь нужно спросить у Альбарета, и она, наверное, найдется у него. Альбарет булочник, шорник, плотник, зеленщик, он торгует старым железом, он маляр, торговец галантерейным товаром, книгопродавец и столяр, он чинит соломенные стулья и замки, покупает старые кости, разбитое стекло и кроличьи шкурки, продает крепкие напитки и табак. Нет такого ремесла, за которое не взялся бы Альбарет ко всеобщему удовольствию, и к которому он не чувствовал бы себя способным. Он берется даже за дело костоправа, и в этой местности можно встретить очень много несчастных людей, которым этот единственный в своем роде и вместе с тем популярный человек сломал руки или ноги. Поэтому Альбарет пользуется репутацией умного человека. Но зато у него не было ламп, и я думаю, что у него их никогда и не было. Вы не найдете здесь лампы, сказал он мне. Я как нарочно продал последнюю лампу третьего дня, но это ничего не значит. Я скоро поеду в город и привезу вам оттуда прекрасную, прекрасную лампу с белой горелкой и с голубыми украшениями, ведь такая и нужна. Ах, эти лампы, их продают не по тысячам и не по сотням, но все-таки они входят в моду. Сказав это, он без церемонии пригласил меня выпить. Я поблагодарил его и отказался, и мне показалось, что он рассердился на меня за мой отказ. Впрочем, он проводил меня до улицы и осыпал учтивостями. Я уже прошел несколько шагов по улице, но услыхал, что он кричит. — Послушайте, месье, какая лампа вам нужна? Керосиновая? — Нет, для олеина. — Ой, извините, пожалуйста, хорошо, завтра я привезу вам олеиновую лампу. Альбарет был толстяком, он сильно пыхтел и всегда улыбался. У него было румяное одутловатое лицо, тройной подбородок, узкие плечи, огромный живот и волосы зеленоватого цвета, которые падали у него прямыми прядями на лоб. Он и зимой, и летом всегда был в одном и том же костюме, в каком-то бархатном двубортном пиджаке, разорванном и засаленном, в панталонах из полинялой голубой нанки и в шелковом картузе. Вроде тех, которые называют трехъярусными картузами. Такие картузы носят во многих местностях в Нормандии. Но только Альбарет в качестве умного и имеющего важное значение человеку увеличивал по своему желанию число и вышину ярусов для того, чтобы ему было больше чести. Он был женат и его жена, которую называли Арбалетом, рожала ему каждый год ребенка, а иногда и двойни. В этих случаях над ним немножко подшучивали в деревне, так как у него был огромный живот. Но он нисколько не сердился на это и, похлопывая себя по животу, весело отвечал. Ну да, если вы хотите знать, так это рожу я. Да у меня и сейчас есть тут не один ребенок, поверьте мне. Удивленные такими речами, насмешники хлопали Альбарета ладонями и кулаками, что, как известно, служит в деревне выражением восторга, и говорили, лукаво посматривая друг на друга. Этот проклятый Альбарет, этот проклятый Альбарет. Этот проклятый Альбарет был моим давнишним знакомым. Однажды мне понадобилось вставить стекло в одном из окон моего дома, и, само собой, разумеется, я обратился с этим к Альбарету. Сначала он пришел один. Как только он вошел, то сейчас же сел, отдувался, обтирался и попросил пить. Он выпил две пинты сидра, одну за другой, после чего осмотрел разбитое стекло, снял мерку в вышину и в ширину, пошутил со служанкой, а затем, выпив еще пинту сидра, ушел, обещая прийти на другой день. И действительно, Альбарет пришел на другой день в сопровождении двух помощников. Один из них нес стекло и линейку, а другой молоток, алмаз, замазку и шпильки. Сам Альбарет не нес ничего, кроме своего картуза, который, как мне показалось, был в этот день еще выше, чем раньше. Он разложил свои принадлежности на мебели, замазку положил на стул, шпильки на камин, а стекло с величайшими предосторожностями положил на стол. «Хорошо», сказал он, «мы вставим стекло. На расстоянии десятилье отсюда нет ни одного человека, который сумел бы так хорошо вставить стекло, как я». Он вышел из комнаты, спросил который час, затем вернулся, попросил Сидра, сел за стол со своими обоими помощниками, и затем вступил с моей служанкой в разговор, в который ввертывал веселые шутки, так что казалось, этому не будет конца. Вдруг Альбарет принял озабоченный вид, встал, посмотрел сначала на окно, потом на стекло и воскликнул, почесывая в голове. «Да, это так. Я бьюсь об заклад, что стекло не подходит под мерку, оно слишком мало». Оба помощника поддакнули и сказали, «Во чем может быть, что оно будет слишком мало?» Альбарет прищурил один глаз, подошел поближе к окну, потом отступил назад, делая рукой такие жесты, как будто бы он снимал мерку. «Черт его возьми, если оно слишком мало, ведь это сейчас видно, недостает, боже мой, недостает половины толщины лезвия ножа». Или, скажем, пяти миллиметров. Не так ли, парни? Помощники, покачивая головами, пробормотали, «Ой, очень может быть, что недостает пяти миллиметров?» И Альбарет, повернувшись ко мне, сказал, «Я бьюсь об заклад, что недостает пяти миллиметров». «Вам легко убедиться в этом», сказал я ему, «приложите сначала стекло к раме». Но Альбарет понимал это дело не так. Он почесывал у себя в голове, переходил от рамы к столу и от стола к раме, повторяя, «А я бьюсь об заклад, что недостает пяти миллиметров». Наконец, я, выйдя из терпения, схватил стекло и приложил его к раме. Оно подошло как раз. «Это все-таки странно», говорил Альбарет, «Я готов был прозакладывать свою голову». «Оно подходит, оно подходит, это проклятое стекло, не так ли? Нет, но это все-таки странно, я приду вставлять его завтра». Я был принужден вставить стекло сам. Так вот, Альбарет обещал принести мне лампу, но после истории со стеклом я не мог не беспокоиться об этом важном деле. Прошло два дня, а Альбарет не показывался. Наконец, на третий день Альбарет пришел ко мне с торжествующим видом. «Вот лампа и олеин и все остальное», закричал он, увидав меня. «Ах, ну это прекрасная лампа, это то, что только есть, самого лучшего в этом роде, и мне кажется, что она освещает так как солнце. Подождите, я сейчас покажу вам это. Славная покупка, право, так». Он распаковал лампу, жестянку с алеином, стекла, фитили, и, вынимая каждый предмет, делал техническое замечание, вроде следующего. «Это фитили, надо обрезать их концы». Он вертел и повертывал лампу на все стороны, а потом сказал, «Внимание, мы сейчас заведем инструмент». Его большое румяное лицо улыбалось от удовольствия, он налил алеин, нажал рукою на горелку и завел лампу. «Посмотрите», повторял он, «как это мило, приятно, это все равно как карманные часы». Но едва только он выпустил из руки ключ, как этот последний начал вертеться с быстротой передаточного колеса, а алеин, выходя из отверстия и производя такой шум, который слышится тогда, когда льют масло, выливался и тек желтыми струйками по резервуару лампы, украшенному цветочками. «Она испорчена, ваша лампа», сказал я Альбарету, физиономия которого выражала величайшее изумление. Но он скоро оправился и пожал плечами. «Испорчена эта лампа», отвечал он. «Вот вы увидите, нужно, чтобы она приняла в себя алеин. Через пять минут вы сами удивитесь, когда увидите, как она будет гореть. Напротив, это отличная лампа, ведь я знаю в этом толк. Великолепная лампа». Мы подождали пять минут, затем был сделан новый опыт, но в результате получилось то же самое явление. «Но ведь вы видите, что в ней нет поршня». Альбарет посмотрел на меня с сожалением. «Но если бы у нее не было поршня, месье, то это была бы не лампа, а это отличная лампа. Только нужно, чтобы она напиталась алеином. А когда она напитается алеином, через десять минут вы увидите, что нигде нет такой лампы, как эта. Нет поршня. Вы хотите пошутить? Нет поршня. Да как же это может быть? Подождите четверть часа. Это говорю вам я. Альбарет первый ламповщик по всей округе. Да, всего только через каких-нибудь полчасика. Опыт был произведен несколько раз и все с одинаковым результатом. Моя служанка помирала со смеху. Ей было приятно отплатить Альбарету за его насмешки. Да, это великолепная лампа, повторяла она, подражая голосу несчастного ламповщика. Ну, уноси ее назад эту твою великолепную лампу и вставь в нее поршень, если ты можешь. Да не дурно бы приделать тебе и другой к твоему языку. Он не хотел уступать и кричал «Нет, поршня». А я тебе говорю, что это от Алина. Понятное дело, никогда не видала Алина эта лампа. Всего через какой-нибудь часок. Альбарет не показывался целую неделю. Я узнал, что его было совсем не видать в местечке. Он заперся в маленькой комнатке около чердака и работал с утра до ночи. Он опять собирал лампу, которую он разобрал по частям и которой никак не мог опять собрать. Наконец он опять принес мне эту лампу. Я побился об заклад на свою голову. Да, конечно, на свою голову, что это происходило от Алина. На этот раз дело идет как по маслу. Вот вы увидите, как я умею приделывать к лампам поршни. Но теперь вы можете завести ее сами. Поосторожней, потише. Ну, дело ладится, а? Теперь дело с лампой по-видимому ладилось. Ее торжественно зажгли, Альбарет торжествовал. Никогда вам не найти лампы лучше этой, сказал он мне, а лицо у него так и сияло от удовольствия. Это великолепная лампа. И с этого времени каждый день в десять часов утра Альбарет приходит справляться о том, как горела лампа. Он спрашивает о фитилях, о стеклах, о колпаке, и при каждом ответе хлопает себя поляшки, смеется и говорит «Какая лампа! Какая отличная лампа!» Затем он осушает пинту сидра и идет домой. Нынче пришла ко мне на двор какая-то бледная женщина с четырьмя золотушными детьми. «Альбарет болен», сказала она, «он лежит в постели, у него лихорадка, так вот он извиняется перед вами, что не мог прийти, и я, арбалет, пришла узнать, как горит лампа». Конец тринадцатой секции. Секция четырнадцатая сборника рассказов «Октава Мирбо». Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Осенние ландшафты. Жниво чернеет, вспаханные поля кажутся розовыми при солнечном свете, местами расстилается отава люцерны темно-зеленого цвета или четырехугольники свеклы, ботва которой приняла самые темные синие тона. Под яблонями женщины, нагнувшись, собирают яблоки и наполняют ими плетеные корзины и мешки из сурового холста. Две белых лошади, кажущиеся огромными на этом открытом месте, медленно тащат плуг, плужник которого свистит, точно куропатки, которые разбрелись во ржи в разные стороны и перекликаются между собой, а там уходит все дальше и дальше серый силуэт охотника. При легком тумане линия горизонта кажется не такой резкою и более отдаленную, а наверху с неба, которое принимает такой цвет, который похож на лихорадочный румянец, льется на землю какая-то чудная грусть, какое-то мрачное упоение. Там парит ястреб, который кажется неподвижным и летят одна за другую стая ворон, которые спешат долететь до больших лесов с покрасневшей листвою. Живые изгороди редеют и в них уже не слышно пение птиц. В их толстом покрове из покрасневших листьев показалось теперь множество просветов. Стаи воробьев и лесных канареек, сидящих на плодах терна или шиповника, улетают молча при малейшем шуме и похожи в воздухе на горсти зерен, брошенных рукой невидимого сеятеля. Дрозды замолкли, малиновка грустна, один только реполов проклинает своим чириканьем начинающиеся холода. на дороге прохожей отчего ты сидишь в грязи и плачешь? работник увы вот уж три дня как я все иду и я ничего не ел я весь разбит прохожей куда ж ты идешь? работник все вперед все дальше во время жатвы я работал и я ел как вкусен как вкусен был ситный хлеб теперь снопы свезены с поля пахота кончилась большие машины молотят рож вьют ячмень в ригах где не требуется теперь ручного труда и мой хозяин сказал мне уходи и я ушел я стучался во все двери но ни одна не отворилась нигде не нашлось для меня работы ведь ты видишь что на земле ничего нет скоро ветер унесет и последние листья с деревьев и белый снег покроет землю снег прекрасный и жестокий как женщина снег который убивает птиц и бездомных бродяг а у меня нет теплой одежды в которую я мог бы закутаться нет печи у которой я мог бы погреться нет куска черствого хлеба которым я мог бы утолить свой голод что ж по-твоему мне делать значит мне остается только умирать послушай нынче утром я шел по дороге вместе с одним молодым знатным господином он нес на спине большой мешок и этот мешок был наполнен золотом так как его ноша была слишком тяжела для него то он сказал мне у тебя крепкая поясница и твое плечо привыкло к тяжелому времени понеси мне это золото я натыкался на камни и три раза падал а молодой знатный господин наносил мне удары говоря иди же глупец он остановился на берегу реки в том месте где вода черная и где страшно глубоко я хочу позабавиться сказал он смотри я побросаю все это золото в реку увы сказал я если вы уж хотите бросить это золото в реку то дайте мне немножко его очень немного так чтобы мне только не очень голодать он он плюнул мне в лицо он прогнал меня камнями и затем стал бросать золото пригоршнями и бросать его в реку в том месте где вода черная и страшно глубоко а потом он ушел смеясь когда он шел то все и богатые и бедные очень низко кланялись ему тогда как встречаясь со мною они били меня гнали палками и вилами вы видите что тело у меня в крови прохожий что ж ты будешь делать работник пойду дальше и опять буду стучаться к богатым людям прохожий а если двери домов богатых людей станут запирать когда ты будешь подходить к ним работник я буду просить милостыню у бедных людей на больших дорогах прохожий а если тебе ничего не дадут работник а я сяду в засаду на повороте дорог и стану убивать прохожий бог запрещает убивать ближнего работник а закон природы повелевает мне жить прохожий да хранит тебя бог лес как будто объят пламенем на красном ковре упавших с деревьев листьев не слышно шума шагов и просветы вредеющие чаще расширяются сквозь них проходят лучи света желтого как золото и красного как кровь в лесу бродят старухи подбирающие хворост с глазами как у совы и с руками как у гарпий они проходят и их совсем не видно за огромной вязанкой которая как будто движется сама собой несмотря на яркие цвета своего великолепного осеннего наряда лес смотрит на вас взглядом убийцы от которого становится страшно сучья которые отсекают кривым ножом испускают такие же стоны как человек как живое тело топор исторгает звуки похожие на рыдание ребенка у молодых каштанов и слышно как в ельнике ветер надувал свои органы которые играют погребальную песнь помилуй мя боже можно сказать что угольщики которые сидят на корточках вокруг дымящихся углей занимаются каким-то ужасным и таинственным делом всякий отворачивается крестясь от чеботаря делающего деревянные башмаки который сидя со свирепым видом в своем шалаше сделанном из сучьев и из коры напоминает собою все ужасы соединенные с воспоминаниями о бандитах старых времен куда идет этот браконьер который пробирается точно дикий зверь через кустарник среди которого блестит ствол его ружья когда наступит ночь когда луна обольет своим светом стволы старых дубов которые теперь залило багрянцем солнца то послышатся два выстрела в тишине в лесной тишине полный убийств и предсмертных мук будет ли застрелена козуля или или будет корчиться на окровавленном вереске сторож с дробью в боку на деревенской площади вы добрые люди которые слышите что я говорю богатые и бедные честные и воры и вы также глухие и кривоногие разбитые параличом прелюбодеи и обманутые мужья посмотрите на меня выслушайте меня я кандидат добрый кандидат это я даю обильные жатвы я превращаю в дворцы бедные хижины я наполняю золотом старые пустые сундуки я переполняю счастьем наболевшие сердца идите добрые люди спешите ко мне я благодетель для бесплодных женщин для людей страдающих лихорадкой и для бедных солдат я говорю граду не падай войне не убивай смерти не приходи я превращаю в вино вонючую воду из луж и из чертополоха к которому я прикоснусь потечет дивный мед в то время когда кандидат говорил такие слова собралась большая толпа которая окружила его добрый господин сказала одна старуха которая плакала у меня был сын на войне далеко очень далеко и он умер я верну к тебе его живым а у меня сказал какой-то калека вы видите только одна нога я дам тебе две посмотрите на ужасную рану которая разъедает мне бак сказал испуская при этом крики от боли какой-то несчастный я положу тебе на рану парламентскую медаль и ты выздоровеешь мне девяносто лет сказал дрожащим голосом какой-то старик я отниму от них пятьдесят я уже три дня не ел хлеба сказал умоляющим голосом какой-то нищий я накормлю тебя до отвала куличами тогда из толпы вышел убийца я убил моего брата и отправляюсь на каторгу громко закричал он я сравняю с землей остроги для каторжников я уничтожу правосудие вместе с гильотиной и сделаю тебя жандармом землевладелец слишком богат сказал один крестьянин и его кролики едят мою рожь а его лисицы таскают моих кур я во дворю тебя на его земле и ты прибьешь гвоздями его детей к дверям амбара как сов крестьяне не хотят больше чистить мои пруды воскликнул землевладелец я повешу их на вязах твоей аллеи ах господин сказала со вздохом одна молодая девушка эти проклятые колонии отнимают у нас всех наших ухаживателей я уничтожу колонии а у меня мало рынков для сбыта моих продуктов жаловался один фабрикант я распространю до края света область наших завоеваний да здравствует республика сказал один голос кандидат отвечал да здравствует республика да здравствует король сказал другой голос кандидат отвечал да здравствует король — Да здравствует, император! — сказал третий голос, и кандидат отвечал — Да здравствует, император! В эту минуту из толпы вышла какая-то прекрасная собою, но печальная женщина и подошла к кандидату. — Ты меня не знаешь? — спросила она у него. — Нет, — отвечал кандидат, — где ж я мог бы тебя видеть, проклятая чужестранка? — Я жизнь. Что ж ты сделаешь для меня? — А я сделаю то, что делают другие, моя милая. Я буду есть, я буду спать. Мой живот, мой животик будет наслаждаться и обрастет жиром с теми деньгами, которые я возьму в твоем кармане, в твоем неистощимом кармане. У меня будут прекрасные женщины, отличные земли, и, кроме того, я буду пользоваться уважением, если так тебе будет угодно. А если ты не будешь этим довольна, то я отколочу тебя, моя милая, вот этой палкой. На берегу реки она течет медленно, так медленно, что растущие на берегу тополя смотрятся, неподвижные и совсем пожелтевшие в ее спокойном зеркале. Ничто не шелохнется, не поет ни один ствол тростника, не качается ни один из его гибких стволов. В том месте, где я остановился, под ольхами, вода черная и мрачная, и от нее отделяется резкой линией отражение неба, серого, снежным отливом, как жемчуг. И вот я слышу голос, который идет, как будто бы со дна реки, голос мертвеца, голос, в котором слышатся слезы. И этот голос говорит. Я видел тебя в ту ночь. Это было в твоей комнате, в которой была плотно затворена дверь, и в которой было так тепло. В окнах были спущенные шторы. Бледный свет, свет ночника падал на драпировки и на мебель. И твое такое хорошенькое и такое грустное личико выделялось на постельном белье, чуть-чуть освещенное этим спокойным, умеренным светом. Одна из твоих обнаженных рук повисла. На ней был надет у кисти браслет из вороненого золота. Другая, также обнаженная, была небрежно подложена под твой затылок. Твой черный и благоуханный затылок. Ты улыбалась доброю улыбкою. Твои губы выражали твою любовь ко мне. И оба твои глаза, смотря на меня, блестели и были влажны, как два освещенные луной озера. Я закричал тебе, Жанна, моя милая Жанна. А ты с такой любовью ответила мне, Жан, мой милый Жан. Я видел тебя в эту ночь. Какой-то мужчина, мужчина маленького роста, богатый и безобразный собою, вошел в твою комнату, в которой было так тепло, и в которой была плотно затворена дверь. Он раздевался, не спеша, и не спеша лег на постель. Около тебя, около тебя. И тогда я услыхал смех, тихий смех, заглушаемый подушкой. Его смех и твой смех. И тогда я услыхал поцелуи, поцелуи, заглушенные подушкой. Его поцелуи и твои поцелуи. Я закричал тебе, умоляющим голосом, Жанна, моя милая Жанна. Но ты не ответила мне, Жан, мой милый Жан. Я видел тебя в ту ночь. Две головы составили только одну голову. Два тела составили только одно тело. Одна только форма, болезненная и демоническая, трепетала под кружевами. И слышен был звук поцелуев. И губы кусали. И кровать, на которой приподнималась белую волною постель, трещала. Тогда я плакал, плакал, плакал. И на коленях, сложив руки, я кричал тебе, Жанна, моя милая Жанна. Но ты не ответила мне, Жан, мой милый Жан. Я видел тебя в ту ночь. Мужчина ушел. Маленький ростом, богатый и безобразный собою, мужчина ушел. Он пел. Ты осталась одна. Совершенно одна. В изнеможении. Я отвратительная. Обнаженная. На смятой постели. Около тебя этот маленький ростом, богатый и безобразный мужчина оставил шкатулку. Большую шкатулку. И из нее текло, как из фонтана, золото, которое разливалось вокруг тебя на постели. Везде вокруг тебя. Золото все приливало. И волна золота поднимала тебя кверху. Ты погружала в золото твои руки, твои жадные руки. Ты так и хватала золота. Все пригоршнями, все пригоршнями. Ты сыпала на себя золото, которое падало золотыми каскадами. Золото. Да, это золото. Ох, какая чудная волна. Это очистительное золото, которое омывает всякую грязь. Еще, еще. И ты смеялась, ты смеялась и смеялась. А золото текло и текло ручьем, не переставая. Точно так же, как ты не видала моих слез, ты не видала и моей крови. А она, красная и дымящаяся, текла из моей груди так, как текло золото из твоей шкатулки. И я, умирающий и бледный, так же пошел. Я пошел к большой реке. Прощай, милая Жанна. Милого Жанна уже нет больше на свете. Конец 14-й секции и конец сборника рассказов Октава Мирбо. Переводчик неизвестен. Читал Марк Чульский. Массачусетс. Соединенные Штаты Америки. 2024 год. Продолжение следует.